Даша Нащекина Даша Нащекина Даша Нащекина У нас есть еще один тайный и нетайный спикер Сергей Бутри, который, к сожалению, опаздывает, потому что у него вечерний прием, и, естественно, он не смог отменить и не помочь ребенку, и мы его ожидаем около 7 вечера, он обязательно подойдет. Еще раз большое всем спасибо. Я уже не занимаю время, передаю микрофон нашим врачам. Спасибо вам большое, что вы пришли. Мы немножко, честно говоря, все волнуемся, потому что обычно мы общаемся один на один с пациентом, или два на один, ну три на один. А вот так много, как-то это немножко может нас смущать, поэтому я заранее за это прошу прощения. Меня зовут Анастасия Угрюмова, я врач-драматолог. Я бы хотела поговорить о наиболее частых мифах, которые могут быть связаны с атопическим драматитом у детей и в нашей стране, которые почему-то весьма живучи. И, собственно говоря, ребята, то есть мы каждый постараемся осветить свою специальность с точки зрения атопического драматита или атопии, или астмы, или аллергического ренита. И Сергей, когда подойдет, он уже просто срезюмирует и, возможно, какие-то вещи мы будем повторяться друг к другу, потому что все-таки наши специальности в той или иной степени пересекаются. Что надо понимать с самого начала? То, что атопический драматит – это необязательно аллергическое заболевание. И на самом деле аллергии встречаются только у 40-50% людей с атопическим драматитом. Что надо, опять же, учитывать и понимать, что большое количество детей в дальнейшем может развить так называемый атопический марш – аллергический ренит или астму. И, в принципе, астма, аллергический ренит, атопический драматит – это, если представить дерево, это ветки одного и того же дерева. Самое частое, с чем я сталкиваюсь на приеме, – это мамы, которые безумно боятся кормить детей, сначала себя, потом детей, потому что наверняка что-то связано с пищей и очень страшно вводить новые прикормы. Это самые частые вещи, которые встречаются на приеме, что, возможно, это связано с аллергией на яйцо, на молоко, на глютен, на воздух, в общем, на что угодно. Часто мамы приходят с запросом, что, пожалуйста, мы очень хотим найти причину обострения у наших детей в надежде на то, что если мы эту причину найдем, то мы с этой проблемой справимся. К сожалению, это не всегда возможно, и, более того, достаточно часто мы так и не находим причинозначимый аллерген. Почему? Потому что атопический драматит – это генетическое заболевание. То есть это значит, что у таких деток, ну, у ваших деток, раз вы здесь, да, находитесь, кожа более чувствительна, чем у среднестатистических людей. Что надо понимать про пищевую аллергию? Пищевая аллергия и непереносимость продуктов – это абсолютно не связанные между… Ну, точнее, не абсолютно, но в большинстве случаев это не связанные между собой вещи. То есть непереносимость, она… То есть надо понимать, что это иммунологический ответ на белок продукта. И да, если у ребенка есть аллергия на какой-то продукт, то даже минимальное количество этого продукта будет провоцировать аллергию. Не бывает такого, что вот сегодня вы дали ребенку, не знаю, клубничку, его обсыпало. Потом вы уехали отдыхать в Турцию, там он ел ведрами клубнику, и все было хорошо. Потом он опять вернулся в Москву, поел клубнику, опять обсыпало. Значит, клубника тут ни при чем. То есть если аллергия есть, то она есть, где бы вы ни находились, хоть в космосе. И вот эта схема фактически что происходит? То есть мы контактируем, ребенок с атопическим дерматитом и с аллергией контактирует с каким-то продуктом, который потенциально может вызывать у него аллергию, возникает сенсибилизация, и дальше он дает эту аллергическую реакцию при каждом контакте с этим продуктом. Пищевая аллергия на самом деле встречается не так часто, как нам кажется, и мамам кажется, и врачам в первую очередь кажется. На самом деле это только у 5-7% детей раннего возраста, у 2-3% взрослых людей и подростков. Но также известно, что количество людей, склонных к аллергическим реакциям, прогрессивно возрастает. От чего это? То ли от алкологических каких-то обстановки, то ли от качества продуктов? Ну, к сожалению, это не очень известно. Это наиболее самые частые причинозначенные аллергены у детей и у взрослых. То есть у детей это молочные продукты однозначно. На втором месте яйца, на третьем месте арахис, но это мировая статистика. В нашей стране, поскольку не принято есть бутерброды с ореховым маслом, заедая их арахисом солененьким, аллергия на арахис, по моему опыту, встречается не так часто. Это соя, пшеница, лесные и другие орехи. У взрослых людей наиболее частым аллергеном является арахис. И даже следы арахиса в каких-то продуктах, в пищевых продуктах или даже пыльца арахиса может провоцировать аллергические реакции. Пищевая аллергия может проявляться разными симптомами. Это и крапивница, и отек квинки, и экзема, и тошнота, и даже задержки развития, задержки роста у ребенка. Также кашель, чихание, насморк. Самые серьезные проявления – это падение артериального давления и анафилактический шок. И эти симптомы вы должны, как родители, уметь распознавать, потому что у вас есть достаточно короткий промежуток времени, чтобы помочь своему ребенку. Если вы видите, что у ваших детей вдруг начинают отекать глаза, губы, что начинается затруднение дыхания, в идеале… Я не знаю, меня посадят, не посадят, сейчас я не имею права, по идее. Есть незарегистрированный препарат в Российской Федерации, который продается в удобный… Точнее, препарат зарегистрирован, ручка не зарегистрирована. Который продается в удобный, уже заряженный шприц-ручке, которую просто через одежду можно вколоть в бедро ребенку. И это дает вам дополнительные 20 минут времени для того, чтобы дождаться скорую помощь, которая уже приедет и вашего ребенка спасет. Особенно, если вы бываете за городом или там, где скорая помощь не сильно торопится. В этом случае эту ручку имеет смысл иметь дома, найти варианты, как ее доставить. И просто пусть она лежит, пусть она вам никогда в жизни не пригодится, и там будет просращиваться. Но это может спасти жизнь. И не забывайте вызвать… Называется она ЭПП, Настя, боилась сказать, но сейчас его сняли временно с производства. Что можно купить в Турции, называется Пепи-Пен, если не ошибаюсь, стоит 67-70 евро. Пепи-Пен. Э-Пи-Пен. Нет, Пепи, Пепи-Пен, турецкий. Есть инфант, есть взрослый. Нет, про русские альтернативы я рассказывать не буду, потому что обычно, когда критическая ситуация, у мам дрожат руки, и вероятность того, что мама наберет не ту дозу, она крайне высока. Поэтому тут лучше даже у меня, как у мамы, дрожат руки, когда я набираю тот же ибупрофен. Так что, пожалуй, вот с этим лучше не экспериментировать. То есть тут эти ручки бывают двух видов, для взрослых и для детей, то есть тут дозировка, две дозировки фактически. Атопический драматит. Это фактически резюме того, что я вам сказала. И что надо понимать? Действительно, у детей с тяжелым течением атопического драматита, у половины из них, возможны какие-то аллергические реакции. Только у 20-25% из этих детей это именно пищевые продукты, а не какие-то вещества, с которыми мы контактируем во внешней среде. Наиболее распространенные пищевые аллергены это молоко, яйца, арахис и так далее. И на эти продукты приходится где-то 80-90% всех аллергических реакций, которые мы видим. Все остальное это уже казуистика. И надо понимать, не бывают детей, которые реагируют на все. То есть на самом деле почти у половины, у 36% детей аллергическая реакция встречается только на один продукт. И только у 10% детей это 5 продуктов и больше. То есть дальше уже статистика и вопрос везения, в какую группу вы попадаете. Диагностика пищевой аллергии, она может быть различной. То есть на самом деле, если грамотно мама в состоянии записать дневник, везти, что было, чем мыли, куда ездили, покупали ли ли новую одежду, стиральные порошки. То есть на самом деле иногда достаточно поговорить, чтобы не… Я вообще не очень люблю колоть детей без лишнего весомого на то повода. И иногда, если, например, мама рассказывает, что вот каждый раз, когда я стираю этим стиральным порошком, какая-то появляется сыпь, ну, проще отказаться от этого порошка, чем лезть к ребенку в вену, его нервировать, стрессовать и попробовать что-то другое. То есть и в принципе в половине случаев этого достаточно. Иногда нам нужны дополнительные методы обследования, опять же, часть из которых доступны в России, часть из которых не очень доступны, но в принципе осуществимы. То есть Алексей расскажет про это более подробно потом, но в данном случае в левом верхнем углу – это пректестирование, то есть это конкретные нативные аллергены. Справа – это так называемые патч-тесты. Что это такое? Это, видите, в верхнем квадрате там такие маленькие кружочки. То есть в каждом кружочке, каждый кружочек содержит какой-то контактный аллерген. Причем чаще всего это аллергены, составляющие косметических продуктов, красок, стиральных порошков. И мы наклеиваем этот пластырь, и дальше спустя три дня мы его снимаем и оцениваем результат. И как внизу вы видите, где-то появились волдыри, где-то не появились. Это нам позволяет более прицельно к собственному ребенку подбирать косметику, например. То есть если мы увидим, что ребенок выдает такую реакцию на лонолин, то значит дальше мы будем искать и косметику, и лекарственные средства без лонолина. Тут также можно делать в любом возрасте пректесты на конкретные пищевые продукты, которые вы подозреваете, даже если в арсенале аллерголога этой пробирки с этим химическим веществом нет. Опять же, я повторюсь, атопический дерматит не равняется аллергии. И сейчас я быстро пройдусь по всем мифам, пока ребята не заснули. Первый миф, что если появляется высыпание атопического дерматита, то это точно аллергия на пищевой продукт. На самом деле нет. В первую очередь надо исключать все внешние факторы. Как купали, какая температура дома, что было, может быть не намазали кремом, неправильно ухаживаете. Вот эти вот вещи. И только если вы создали идеальную питательную благоприятную среду для роста вашего ребенка, то после этого тогда мы уже начинаем копаться в аллергенах. Есть еще один миф, который часто идет от бабушек, что увлажняющими кремами надо мазать только, когда все плохо. И, в общем, если мы ими мажем, то ребенок кожа не дышит, или что она сама не работает. Нет, на самом деле у детишек, детишки изначально рождаются с не до конца сформированной кожей и ее функциями. И поэтому первое время их сальные железы работают намного хуже, чем должны бы работать в идеальных условиях. И поэтому, когда мы наносим увлажняющий крем, мы помогаем им расти и помогаем сохранять их кожу в максимально благоприятном состоянии. Это как если... То есть для меня это такого же уровня миф, как если, например, слишком часто берем ребенка на руки, он не научится ходить. Она и учится, наверное. Честно говоря, я не люблю никогда рекомендовать какую-то одну косметику. И тут я видела мои пациенты. В общем, они знают, что я обычно пишу списком, попробуйте это, это, это или это. Дело в том, что косметика, она либо подойдет, либо не подойдет. И узнать это можно, только попробовав. Нет какой-то идеальной марки, которая вот самая лучшая, самая эксклюзивная. Можно мазать обычным вазелином, и будет все хорошо. А можно купить какой-нибудь эксклюзивнейший крем, который создан по уникальной методике, специально для вашего ребенка. И ничего хорошего с этим не будет. Миф номер три. Часто считается, что пусковые механизмы у всех одинаковы. Вообще нет. Пусковые факторы могут быть любые. Это и стресс, в том числе стресс мамы, и какие-то контактные вещи, и слишком холодно, слишком жарко, слишком сухой воздух, не очень чистая вода, не очень очищенная вода, слишком длительное покупание. В общем, факторов миллиард, даже помимо еды. Это вот часто то, что хотят мамы. И, к сожалению, мы тут вам не можем помочь, не всегда можем помочь. Это если мы найдем какой-то пищевой аллерген, то можно навсегда избавиться от атопии. Нет, нельзя. Но, к счастью, есть хорошая новость, то, что не всегда, когда, например, сегодня у ребенка есть аллергия на тот или иной продукт, это абсолютно не значит, что эта аллергия у него будет сохраняться всю оставшуюся жизнь. Совсем нет. Она, скорее всего, рано или поздно либо пройдет, либо перейдет во что-то другое. Извините. И тут в первую очередь надо правильно... Ну, простите. Чтобы... А, это вообще очень часто. Это ужас. Это мой страшный сон. Кстати, когда я рожала ребенка не в России, у нас был праздничный обед. Вот на него подавали лобстера. В хорошей клинике. В общем, на самом деле не нужно соблюдать никакие диеты во время беременности. Ну, только чтобы не набирать лишний вес, потому что его потом сложно сбрасывать. Но никаких жестких ограничений во время беременности, во время лактации соблюдать, пожалуйста, не надо. То есть не надо венцом запивать, да, перед тем, как кормить ребенка. Но съесть шоколадку можно, не терзаясь потом от чувства вины, потому что у любой хорошей мамы и так с чувством вины все в порядке. Вот. И не коряя себя, если вдруг что-то появилось. Скорее всего, это совпало. Также часто считается, что надо ограничиться от всех животных, вообще всего на свете. Сейчас, например, Американская ассоциация педиатров вообще рекомендует мамам, у которых есть вероятность рождения ребенка с этапическим драматитом, проводить беременность на ферме. Потому что с чем больше... То есть фактически это как вакцинация от аллергии. То есть, извините. То есть с чем больше... Если у вас есть, например, животные дома во время беременности, вероятность аллергии именно на этого животного, она стремится к нулю у ребенка в дальнейшем. То есть чем больше животных вы увидите, погладите, покормите рыбок, тем на самом деле лучше для вашего ребенка в дальнейшем. Это тоже часто мамы бьются с плесенью, пылью, клещами и так далее. Не надо. Это и невротизирует, и на самом деле, знаете, есть выражение «больше грязи, ширше морда». Вот на самом деле, чем грязнее дома, тем ребенок здоровее. То есть, да, тем с большим количеством антигенов он вырабатывает, и он на самом деле таким образом защищается. Опять же, Американская ассоциация педиаторов считает, что чем больше ребенок сожрал всякой дряни на первом году жизни, включая там пол, облизал, не знаю, корм кошки, собаки, тем здоровее он будет. То есть я не призываю вас зарастать пылью, плесенью, паутиной, но без фанатизма. Опять же, есть такая история, что мы, русские люди, в принципе, мы любим, когда дома тепло. На самом деле, для ребенка, который растет в доме, идеально было бы, чтобы температура была в районе 22 градусов, и влажность не ниже 40-50%. 22 градуса, честно говоря, адаптировала для нас, потому что, опять же, те же американцы рекомендуют, очень забавно, температура не выше 20 градусов, но мы замерзнем, это невозможно, это непереносимо. И желательно не ниже 14, потому что потом возможно переохлаждение у детей. Ну то есть тут ни одна русская бабушка просто лишат родительских прав, вообще не глядя. Про прививки еще поговорим, я думаю, не один раз сегодня подробно. Но, в общем, не надо их вакцинировать по индивидуальному графику. Как только кожа более-менее чистая, можно идти к педиатру и прививать. Не нужно брать никаких направлений от аллергологов, не нужно делать никакие аллергопробы перед вакцинацией, это бессмысленно, к сожалению. Пищевая аллергия может быть накопительной. Да, она может проявляться либо сразу, либо какое-то время ребенок не проявляет ее, это я повторяюсь, но чтобы точно уложилось. Но если уж она проявилась, то дальше она будет проявляться все время. Прикормы, это вот для тех, у кого маленькие детки, прикормы, новые продукты. Хоть часто педиатры боятся вводить и говорят, давайте помедленнее, вот сейчас по пол чайной ложки, потом еще по пол чайной ложки, потом посмотрим. На самом деле нет никакого смысла. То есть тут вы вводите, смотрите, не обсыпало, вводите следующий. И на самом деле деткам с тяжелым течением атопического драматита рекомендовано даже более раннее введение прикормов, чем деткам, у которых все более-менее неплохо. Потому что это фактически, опять же, вакцинация от аллергии на этот продукт в дальнейшем. Есть еще миф, что перерастет. К сожалению, это миф. Не перерастет. То есть генетическая поломка, она остается. То есть, да, только от 10 до 30% людей продолжаются какие-то проявления либо в виде аллергического ренита, либо в виде экземы, либо в виде астмы. У большинства людей симптомы уходят, но это так называемая ремиссия. На самом деле человек как был условным атопиком, он таким и остается. Но не надо жить в ожидании того, что это будет или не будет. Надо просто максимально любить ребенка и за ним хорошо ухаживать. И как пойдет, так пойдет. Это как бояться, что если я сейчас выйду, я сломаю ногу. Ну, может, сломаю, может, не сломаю. Ну, то есть, вот. Еще очень часто мамы, бабушки и врачи, к сожалению, есть даже такой термин в медицине, называется стероидофобия. Они боятся использовать гормональные крема и говорят, что нет, это вырабатывает зависимость, это будут какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Если они назначены правильно, если они назначены по делу, то их неиспользование – это преступление, потому что это портит и качество жизни ребенка, это портит, это удлиняет течение его заболевания. Потому что, когда мы используем гормональные крема, мы убираем воспаление, в том числе внутриклеточное. Ребенок спит, а если мы это не делаем, он продолжает чесаться, он продолжает это воспаление поддерживать. И это, я считаю, что это издевательство над ребенком. Антигистаминные препараты на самом деле нужны только тогда, когда зуд настолько нестерпим, что гормональные крема не помогают. То есть рутин или когда это какой-то конкретный, опять же, аллерген, про который мы знаем, и он дал острую аллергическую реакцию. Есть еще тоже такое, но это чаще всего из-за того, что мы плохо, наверное, или как-то неполноценно вам объясняем. Часто мы расписываем схему, точнее, меня, к счастью, не часто, но вот то, что я вижу в интернетах, врачи расписывают схему, мама мажет пару дней, становится все лучше, и маму бросают. Ну, потому что уже все хорошо. Мазать надо так, как вам расписали врачи, потому что есть такое понятие, как внутриклеточное воспаление. То есть уже визуально на коже все хорошо, все чисто, но оно продолжается. И если резко бросить, то потом так же быстро и резко все начнется, и опять это заново, вот этот порочный круг возникает. Это называется синдром отмена. Вот этого препарата, честно говоря, я не знаю, меня засудят потом опять же или не засудят, но у меня от него дергается глаз, называется скинкап. Вот. Про него много копий сломано, и у нас до сих пор продолжают обучать, что это хороший препарат, который хорошо помогает, который содержит перетинолий цинк, и он безвреден, безопасен. Насколько он безопасен, например, в США он забанен с 97-го года, то есть последние 22 года, потому что были заявлены случаи, когда у детей, которым применялся этот препарат, были зафиксированы случаи печеночной и надпочечниковой недостаточности. После этого в Штатах есть контора, которая называется FDA, которая провела независимую экспертизу, и оказалось, что в нем содержится сильный гормон, который не рекомендован к применению детям до 11-13 лет в разных странах, там, ну, по-разному. Вот. После этого этот препарат забанили. После этого он пытался выйти на рынок под названием Blue Cup, потом Цинокап, ну, в общем, какие-то созвучные названия. В общем, я их боюсь. То есть после этого были испанской фирмой, которая его производит, были написаны масса опровержений, но тем не менее, насколько я помню, последний раз в 2015 году опять провели независимую экспертизу, и таки там все равно продолжает содержаться гормон. Поэтому, поскольку мы не знаем точно, что там и в каком количестве, ну, я над своими пациентами стараюсь не проверять, есть он там или нет. Еще часто мамы приходят с красными щечками, что вот у нас атопический дерматит. Как вы думаете, на какой из этих картинок есть атопический дерматит? Или на каких из картинок? Вообще ни одной. Вот. Тут есть и обмороженные щеки, и так называемые энтеропатические акродерматиты, и младенческие угри, и сибарийный дерматит. Поэтому не надо все списывать на атопический дерматит. То есть для этого как раз есть специально обученные люди, там, дерматологи или педиатры. И вот это тоже, что у нас же стафилококк в молоке, что давайте его пролечим, потому что это все в роддоме. Давайте сеять молоко на стерильность. Короче, нет. Не гомеопат, нет. То есть можно, если гомеопат у вас хороший психолог, и вас хорошо успокаивает, ходите ради бога. Ну, не забывайте, пожалуйста, дерматолога или педиатра, который вам назначит лечение. Что еще надо понимать? И сейчас для меня это было, честно говоря, открытием недавно. Есть такая штука, называется когнитивно-поведенческая терапия. Может быть, слышали такое название или mindfulness. Это навыки, которые нужны мамам с детьми с атопическим дерматитом, которые помогают снижать градус тревожности. Потому что если мама невротизирована, и так понятно, что любая мама любого ребенка немножко замученная и немножко на нерве, а когда у твоего ребенка высыпание, это, несомненно, очень больно, очень обидно и непонятно, что делать, и хочется выйти, лезть на стенку. Таким мамам, которые так близко и болезненно это воспринимают, очень стоит, я абсолютно сейчас не издеваюсь, не аффилирована никем, но действительно стоит подумать о том, чтобы пообщаться с психологами, которые научат этим навыкам. То есть это фактически упражнения, которые помогут снизить градус тревоги, потому что спокойная мама – здоровый ребенок. То есть если мама на нерве и постоянно живет в ожидании того, что вот сейчас что-то выстрелят, вот сейчас мы поедем, сейчас он пойдет в школу, там ему дадут шоколадку, и все будет плохо-плохо, никто от этого счастлив не будет, ни мама, ни ребенок, и даже ни папа. Еще, что я очень люблю рекомендовать родителям, для детей с атопическим норматитом, особенно когда сильный зуд. Во-первых, особенно если вы живете в Москве или в каких-то городах, где не очень хорошая и мягкая вода, особенно в зимнее время, как только включились батареи, старайтесь мыть детей пореже. То есть в принципе, если это ребенок не вонючий подросток, чаще, чем раз в неделю, ну они пахнут, ну правда, чаще, чем раз в неделю, потребности мыть этого ребенка нету, ну можно два. Если он не упал, конечно, в грязь, или какого-то форс-мажора не произошло, обязательно добавляйте в воду смягчающие средства или какую-то соль для ванн, в общем, что-то, что делает воду мягче. Плюс старайтесь, чтобы эта вода была достаточно прохладная, то есть вы опускаете руку, она теплая, но вы бы в ней мыться сами не стали бы. Вот это отлично, потому что дети в воде, во-первых, не лежат и не расслабляются, как мы в додетную пару, а они там играют. Соответственно, это как в бассейн, если мы придем, где слишком горячая вода, мы там просто не сможем плавать. Плюс горячая вода по гостам, к зотам, в общем, она очищается хуже, то есть если холодная вода у нас приравнена к питьевой, то горячая вода – это техническая вода, в которой может быть много всяких неожиданных химических веществ, которые, опять же, при контакте с кожей ребенка могут провоцировать обострение атопического драматита. Вытащили из ванной, насухо не вытираете, просто промакиваете кожу и наносите толстым слоем увлажняющий крем. В те дни, когда не моете, просто мажете ребенка увлажняющим кремом все время, даже когда все хорошо, потому что это позволяет уменьшить частоту обострений или тяжесть этих обострений. Плюс есть прекрасные штуки, есть специальное противозудное белье, которое можно… Я не уверена, что оно продается в России, но, в общем, оно продается на интернет-сайтах разных, и Дармосилка, и какие-то есть австралийские сайты. В общем, их можно просто загуглить и найти, они доставляют в Россию. Ездите на море, если есть возможность. Там всегда хорошо. Опять же, если мама с венцом на море, ребенку будет шикарно. Есть еще одна штука, называется мокрое обертывание. То есть что это такое? Это на самом деле мокрые тряпки, как это ни странно, уменьшают зуд. То есть вы вытащили ребенка из ванны и намазали его кремом, а после этого берете либо бинты, либо носки, например, обрезая кончики, мочите их водой обычной, надеваете на ребенка, на те места, которые у него особенно чешутся, сверху пижаму, и даете этим бинтам, или носкам, или любым тряпкам, даете им высохнуть. Это позволяет уменьшить зуд без применения каких-то лекарств, и иногда это действительно спасает. Я вас благодарю за внимание. Вы очень терпеливы. Спасибо. Какое-то небольшое вступление, наверное, надо дать. Мне немножко тоже трудно выступать перед аудиторией, где врачи в абсолютном меньшинстве находятся, где-то вот спереди сидят. Вот. Я очень постараюсь не сбиваться на мою любимую врачебную терминологию. Я очень долго этому тренируюсь. Это, кстати, очень сложно. Вот. И если я буду сбиваться, вы там сигнализируйте. Я хочу сегодня поговорить о бронхиальной астме. И это тоже заболевание из спектра аллергических заболеваний, атопических заболеваний. И, ну, наверное, оно, конечно, знакомо каждому из вас. Кому-то, может быть, не понаслышке, кому-то, там, как заболевание, которым болел кто-то из близких, знакомых, родных, соседей, коллег и так далее. Я бы хотел познакомить вас как-то поближе с этой интересной очень болезнью, которая, конечно, кому-то, может быть, особенно из наших коллег, набила оскомину, как достаточно скучная и сколько уже можно об астме говорить, уже 20 тысяч раз об этом все сказали. Но на самом деле, чем глубже и ближе с ней знакомишься, тем интереснее эта самая бронхиальная астма и становится. И, собственно говоря, давайте об этом поговорим. Ну, здесь представлен план. Я просто начну от таких вещей вообще, как часто астма встречается, что такое астма, как мы ставим диагноз астмы, самая, наверное, важная часть, как неврач может помочь себе или своему ребенку дома контролировать эту астму. И несколько слов про терапию. Это такой как раз наиболее врачебный раздел, который я постараюсь осветить вот с неврачебной точки зрения. Начнем с определения. Хотя это, наверное, скучно. Вот специально красненьким выделил ключевые позиции. Астма – это гетерогенное заболевание. Что это значит? Это значит, что это не просто какой-нибудь аллергический бронхит. Да, это целый спектр, на самом деле, разных фенотипов. Я вот тут сейчас вот такую штучку сделаю. Есть несколько фенотипов. То есть под зонтиком астмы находятся несколько разных болезней. Одна из которых действительно это аллергическая астма. Но кроме этого есть много чего другого интересного не аллергического, не атопического. И врачу бывает очень сложно понять, где же тут заканчивается аллергическая астма, где начинается не аллергическая. И самое главное, как это все лечить. Хроническое воспаление – очень важный момент. Астма – это хроническое заболевание. Так же, как и от атопического драматита, От него нельзя вылечиться до конца, нельзя принять какую-то волшебную таблетку, гомеопатию, что-то там такое, мануальную терапию и выздороветь от астмы. От нее можно скрыться в ремиссии. И совершенно верно, практически аналогия прямая с атопическим драматитом, от 10-20% до 60-70% из детского во взрослый возраст перейдет астма. Есть состояние, когда астма практически 100% уйдет в глухую ремиссию и, может быть, до конца жизни уже не проявится, а есть состояние, где с вероятностью в 60-70% и даже больше астма сохранится во взрослом возрасте. Астма сопровождается различными респираторными симптомами, о них мы будем сейчас говорить. Они варьируют по времени. Что это значит? Что сегодня астма тяжелее, завтра астма легче. Сегодня наш пациент задыхается, завтра он бегает и ничем не отличается от здорового ребенка. В чем коварство этого заболевания, что вне приступов человек чувствует себя очень хорошо. С вариабельной обструкцией. Раньше говорили обратимая обструкция, сейчас вариабельная. Это значит, что бронхи сужаются, бронхи, через которые мы дышим, вдыхаем воздух, они сужаются и расширяются с разной степенью. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Поэтому и вот получается вот эта гетерогенность. Есть пациентам, которым легко можно дать один ингалятор, и они забыли об этой астме на всю жизнь. А есть пациенты, которые вынуждены принимать 2-3 ингалятора, постоянно их менять, использовать различные курсы стероидной терапии и какие-то более сложные подходы. Часто ли встречается астма? Вот это данные Всемирной организации здравоохранения. Это население всего земного шара. 7 миллиардов, если я не ошибаюсь, 265 миллионов человек. Может быть немножечко... Да, извините, общее количество 7,5 миллиардов населения. Из них астма, по данным ВОЗ, распространена 235 миллионов. Ну, не так много, 3%. Но это данные ВОЗ, они могут немножко отличаться от других данных. Вот это исследование, распространенность астмы среди подростков отдельно 13-14 лет в различных странах. Голубеньким показано распространенных от 5 до 9 десятых процентов. Россия, видите, как бы на одном из средних мест. То есть есть страны, где астмы больше. Соединенные Штаты Америки, Австралия, Новая Зеландия, некоторые страны Азии, Великобритания. Есть страны, где астмы меньше. Вот, допустим, Китай и Индия, как ни парадоксально, такая индустриально грязная страна. Здесь, знаете, всегда надо такой небольшой скепсис включить. Есть случаи гиподиагностики. Не везде. В Индии, наверное, ставят диагноз астмы. Это, кстати, как и в России. Есть случаи гипердиагностики агровации. Ну, всякое бывает. Данные американские. Количество пациентов с астмой. Вот сумма, опять же, в тысячу человек. То есть там порядка 19 миллионов взрослых и 6 миллионов детей с астмой. И, как вы видите, в таком разбросе все-таки чаще встречаются взрослые пациенты с астмой, чем дети. Распространенность такая. Среди детей 8 процентов, среди взрослых 7, ну, приблизительно одна и та же. Мы подбираемся к цифре. Помните, мы начали с цифры 3 процента. Это достаточно мало. Сейчас мы вот в таких странах, как США, где, судя по всему, астмы очень много, приближаемся к 9 процентам астмы. Вы, наверное, тоже спросите, что насчет России. По России нет конкретных данных. Есть информация такая же, что около 10 процентов плюс-минус. Это достаточно много пациентов, страдающих бронхиальной астмой. Так выглядит график пациентов по возрасту. Кто чаще, кто реже болеет астмой. Ну, как правило, мы видим так, что пик приходится вот по распространенности где-то от 5 до 10 лет. И второй пик приходится на взрослых пациентов. Ну, наверное, это говорит о чем? Что астма дебютирует, может дебютировать где-то вот в первые 10 лет, потом более-менее благоприятный период, и второй период скачка – это уже после 20 лет, когда астма может снова проявиться, и когда ее больше. Что происходит со временем? Вот на этих трех графиках показано количество случаев астмы на 100 детей, и количество увеличилось практически в 3 раза за 60 лет до 20 века. Госпитализация снизилась, и количество госпитализации сейчас гораздо меньше, чем в 80-х годах. Смертность, слава богу, тоже снижается. Астма, вы знаете, я застал тот период, не хочу этим как-то гордиться, тот период застал, когда пациенты еще нерегулярно получали противоастматическую терапию в Москве. Я застал хвостиком тот период, когда поступали пациенты с тяжелыми обострениями, которые никогда не лечились от астмы. И со временем в аллергологические отделения, если раньше доминировали пациенты с бронхиальной астмой, я вот сам заметил, как постепенно они сменились на пациентов с острой крапивницей, с отеками квинки. И действительно, это общий мировой тренд, количество госпитализации по поводу астмы снижается. Почему? Потому что становятся более доступные препараты, но при этом количество случаев астмы увеличивается. И не все, кстати, понимают, почему это происходит. Давайте посмотрим, какие пациенты с астмой бывают. Вот на этом графике количество человечек, их тут около 60, это легкая из 100 и средне тяжелая астма. Но, как правило, это та астма, которая не вызывает каких-то больших затруднений у врача. На оставшиеся человечки это человечки, требовавшие максимальной терапии. Они вот видите, оранжевые, зеленые и синие. Оранжевые пациенты, оранжевые человечки, это те человечки, которые только требуют максимальной терапии, и у них все хорошо. То есть к этим средне тяжелым еще несколько человечков добавляются с тяжелой астмой. Есть зеленые человечки, синие, это те, которые требуют максимальной терапии, и они не достигают контроля. То есть, несмотря на максимум проводимой терапии, у них все равно есть симптомы. И, наконец, синие человечки, это те человечки, у которых мы все проверили, мы исключили все возможные факторы, как низкий комплайнс, то есть невозможность правильно пользоваться ингалятором или нерегулярное использование. И это действительно истинно тяжелая астма. Вот так, в общем, выглядит спектр того, как астма течет на 100 человек. У большинства она течет легко, у части пациентов требуется максимальная терапия, и у части пациентов мы не можем достичь контроля. Из тех, которых мы не можем достичь контроля, практически большая часть – это те, которые как-то неправильно пользуются ингалятором, и здесь мы можем это изменить. И есть часть пациентов, у которых мы ничего не можем сделать, кроме как предложить альтернативную терапию. Об этом, если успеем, поговорим в конце. Интересные данные Австралии, вот там, где, наверное, пик вот этой астматической распространенности астмы, один из девяти пациентов, один из девяти людей, живущих в Австралии, страдает астмой. У 3-10% по данным австралийских ученых будет тяжелая астма, 419 смертей в год и 38 тысяч госпитализаций. Для такого примера наиболее драматической страны, где, наверное, больше всего астмы на сегодняшний день на земном шаре. Вот обратите внимание на эти 4 квадрата. Как обстоят дела с лечением астмы? Зеленый квадрат, 15% пациентов, это хорошо контролируемая астма, и кроме того, что она хорошо контролируется, то есть у них нет ни одного астматического симптома, у этих пациентов они регулярно принимают препараты. Это хорошие пациенты, правильные, как мы говорим, комплоентные. Рядом с ними и такого салатового цвета это 40%, почти самая большая часть, пациенты с кажущейся легкой астмой. У них, как правило, тоже она хорошо контролируется, у них практически нет симптомов, но отличие от первых пациентов, то, что они либо вообще не принимают терапию, либо нерегулярно принимают терапию. И вот это, на самом деле, большая трагедия, к которой сейчас весь мир возвращается, то есть мы научились бороться со средне-тяжелой астмой, мы научились бороться с легкой, но мы не научились договариваться с пациентами с легкой астмой, чтобы они регулярно принимали терапию. У таких пациентов, я уже данные не буду приводить, риск обострения где-то 50% в течение года, они могут получить обострение именно из-за того, что они не лечат свою астму. Дальше. Астма с недостаточной терапией. 25% четверть пациентов, а это не контролируется астма по причине плохой приверженности. И 20% не контролируем астму, несмотря на хорошую приверженность. Это тоже данные австралийцев, их вот такой как бы разброс. На самом деле для нас это важная информация, для врачей и для вас тоже. Она говорит о том, что большинство пациентов, на самом деле у них все будет хорошо, у большинства, но из тех, у кого будет хорошо, на самом деле это мнимое благополучие, и все равно надо заниматься своей астмой, ходить к врачу, оценивать вот этот самый контроль. Врачи очень любят сейчас говорить про фенотипы астмы. Я не буду вдаваться в подробности, они разделяют вот эту гетерогенность астмы, существуют разные подтипы. И вот кроме классической астмы, которая находится в серединке, это атопическая астма с ранним дебютом, где есть корреляция, допустим, между уровнем аллергического воспаления и симптомами. Есть такие пациенты с непропорциональными симптомами, у них очень яркие симптомы, и минимальное аллергическое воспаление. И есть пациенты с очень выраженным аллергическим воспалением, но с минимальными симптомами. Это на самом деле тоже проблема для врачей, так как мы чаще всего ориентируемся на симптомы, выбирая необходимость терапии. И что же нам делать с пациентами, у которых мало симптомов, но очень выраженное воспаление? Как их лечить? И наоборот, что же нам делать с пациентами, у которых очень много симптомов, но очень малое воспаление, где наши препараты практически не могут подействовать? Вот над этим думают современные ученые, разрабатывая новые способы терапии астмы. Пару слов про астму и не астму. Значит, по вертикали внизу более аллергическое воспаление, наверху менее аллергическое воспаление или даже отсутствие аллергического воспаления. В левой части нету курения, в правой части более интенсивное курение, и вот в уголочке развивается эмфизема. Я хочу рассказать о астме. Это слева. Слева внизу оранжевенькая – это вот наша астма с аллергическим воспалением, а справа наверху есть астма с неаллергическим воспалением. Вот такая есть болезнь. Справа есть наверху хобл – болезнь курящих людей. Она очень похожа на астму. И вы знаете, когда-то в середине XX века во второй половине астма, хобл, эмфизема, муковисцидоз и бронхоектазы считались одной болезнью. Их называли хронические, абструктивные болезни легких. Потом они разделились на вот все, что мы сейчас имеем. Вот хобл с нейтрофильным воспалением и есть еще хобл с эозинофильным воспалением, похожий на астму. Вот еще одна проблема врачей. Мы знаем, что делать с оранжевым кружочком. Мы знаем, что делать с синим кружочком. Проблема врачей – что делать с зеленым кружочком? Астма с неаллергическим воспалением. И что делать пациентам, которые курят, у которых эмфизема и у которых тоже есть эозинофилы. Разрабатывается тоже схема лечения для таких пациентов. И вот еще фенотипы астмы. Большой зеленый кружок – это наша аллергическая астма, но это только четверть. Видите, она чаще всего развивается у детей, она эозинофильная, но кроме этого есть неэозинофильная астма, которая тоже может развиться у детей, это вот эти красные кружочки, которые могут перейти потом во взрослую астму. И опять же, задача врачей для каждого фенотипа сейчас, во-первых, научиться определять фенотипы, это еще не так просто, а во-вторых, найти индивидуальное решение для каждого варианта развития заболевания. От сложного к простому перейдем. Как же распознать астму, какие симптомы? Мне очень нравится эта инфографика. Обращайте внимание на одышку. Что такое одышка? Одышка – это ощущение, субъективное ощущение дыхательного дискомфорта. Кстати, очень сложный симптом, так как ребенку очень сложно сформулировать, что ему тяжело дышать. Он может, конечно, жаловаться, плакать, просыпаться, беспокоиться, кричать, все что угодно, но как взрослый человек он не может сказать «мне тяжело дышать» или может, но в более старшем возрасте. В более младшем это будут какие-то непонятные нам жалобы, симптомы, вот что-то такое, тревога какая-то. Кашель. Ну, здесь более-менее все понятно. Ребенок кашляет, кашляет много, и кашель – это классический астматический симптом. Хрипы. Хрипы. С ними тоже сломано очень много копий. Во-первых, у нас есть такая наука в медицине, называется пропедевтика. Там есть раздел, называется «Аускультация легких», там есть глава «Хрипы». Хрипов есть очень много. В России делят два вида хрипов – сухие и влажные. Нам нужны сухие хрипы. В Америке четыре типа хрипов. И здесь начинается тоже путаница, потому что многие руководства переводятся с английского на русский. В общем, здесь что надо вынести для себя? Если вы слышите дистанционные хрипы за несколько метров от вашего ребенка, скорее всего, это не те хрипы, о которых мы говорим. Наши хрипы еле-еле слышны, если поднести близко ухо, лучше всего они слышны врачу, когда он подносит фонендоскоп. Слабость. Ну, неспецифический симптом, который может тоже говорить о том, что есть какая-то проблема с дыханием. Ночной кашель. Вот это может быть астма, может быть не астма. Сложно сказать, но пациенты могут предъявлять подобные жалобы. Головные боли тоже неспецифичны, тахикардия, некие аллергические проявления, которые могут способствовать параллельно протекать вместе с астмой. И затрудненное дыхание, и может быть даже, как на последней картинке, потребность в использовании бронхорасширяющих препаратов. Все это может наводить на мысль о том, что у нас есть астма. Как понять, увеличивается или уменьшается вероятность астмы? Есть такой документ GINA, который регламентирует нашу медицинскую тактику при диагностике, при лечении астмы. В 2018 году вот тут хороший такой слайд. Вероятность астмы увеличивается, если есть больше, чем один симптом из предыдущего списка. Симптомы хуже ночью или утром. Это вот типичное время для появления астматических симптомов. Симптомы меняют свою интенсивность, о чем я вам говорил. То есть то больше, то меньше, то исчезают, то совсем как-то очень плохо. Ухудшаются при ОРВИ, при нагрузке, при контакте с аллергеном, при изменении погоды, при смехе и при плаче. Это очень важное такое правило. И при контакте с раздражающими веществами, допустим, с резким запахом. Вероятность астмы снижается. Монокашель. Кашель без всего. Кашель без всего сам по себе не является астматическим симптомом. И скорее всего, если человек просто кашляет, это вряд ли астма. Длительное отхождение мокроты. Мокрота выходит, 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 выходит целый год. И больше ничего. Вряд ли. Отдышка сочетается с головокружением, мурашками, вот какими-то такими симптомами. Это частый симптом гипервентиляционного синдрома. Когда на фоне тревоги, панических атак, мы дышим слишком часто, у нас выходит весь углекислый газ, у нас появляются мурашки в руках и одновременно легкое ощущение отдышки. Боль в груди, совершенно не астматический симптом. И отдышка при физической нагрузке с шумным вдохом, вот то, о чем я вам говорил. Если хрип вашего ребенка слышен из другой комнаты или на расстоянии, и он на вдохе, и он такой очень страшный, это называется стридер. Это, как правило, не связано с бронхиальной астмой. Очень важный, наверное, самое важное, что я хотел сказать сегодня, как отличить астму от вот этих по-английски так называемых viral whizzing или вирусных хрипов, вирус индуцированной бронхоабструкции или, как иногда мы можем ее так назвать, вирус индуцированной астмы. Хотя вот специально, чтобы не путать, давайте назовем это вирус индуцированной бронхиальной абструкции. Лучше всего в момент появления бронхиальной абструкции сделать сперметрию, провести бронхорасширяющую пробу, ну и вообще посмотреть на пациента. Но, допустим, наш маленький пациент не может выполнить сперметрию. До 7 лет, даже до 8 лет это физически невозможно. Вероятность ложноположительных и ложноотрицательных результатов слишком большая. Нам остается полагаться на анамнез, на симптомы, на жалобы. Смотрим. Значит, вероятность астмы 100%, 0% по вертикали. Дети с бронхиальной астмой, их вероятность увеличивается. Дети с вирус индуцированными хрипами, их вероятность уменьшается. Значит, если у нас симптомы, кашель, хрип и затрудненное дыхание при ОРВИ длятся меньше, чем 10 дней, 2-3 таких эпизода за год и нет симптомов вне ОРВИ, наиболее вероятно, что это не астма. Противоположный спектр. Симптомы, кашель, хрип и затрудненное дыхание больше 10 дней при ОРВИ, больше 3 эпизодов за год, тяжелые эпизоды, пугающие, требующие вызова скорой помощи, может быть даже госпитализации, ночные и или ночные ухудшения, ночью хуже, чем днем. Поэтому вне ОРВИ кашель, хрип и затрудненное дыхание, особенно при играх, при смехе, плюс атопия, плюс семейный анамнез астмы, вот это классический набор для постановки диагноза бронхиальной астмы. И вот ситуация, когда, к сожалению, мы не можем однозначно сказать, что это такое, когда кашель, хрипы вроде как бы длительный, больше 10 дней, 3 эпизода за год, может быть даже тяжелые эпизоды, и редкий кашель, затрудненное дыхание вне ОРВИ. Мы говорим, что астма вероятно, как правило, мы предлагаем таким пациентам, попытку ингаляционной терапии, смотрим на их ответ, но однозначно мы не можем сказать. Поэтому проблема остается однозначно отличить вирусные хрипы от бронхиальной астмы, мы не всегда можем. Как поставить диагноз? Для постановки диагноза золотым стандартом, так называемым, является проведение функции внешнего дыхания или спирометрии. Врач-пульмонолог смотрит на две кривые. Красная кривая – это кривая у пациентов с астмой, синяя кривая – это кривая тоже у пациентов с астмой после вдыхания бронхорасширяющего препарата, зеленая кривая – это нормальная кривая. Вот если мы видим красную кривую до сальбутамола и синюю кривую после сальбутамола, мы говорим о том, что у пациента А есть бронхиальная обструкция, то есть сужение бронхов, и б – у него есть бронхореактивность, то есть бронхи расширяются под воздействием бронхорасширяющих препаратов. Это критерий постановки диагноза бронхиальной астмы. К огромному сожалению, мы не можем его сделать до 7-8 лет, а у некоторых даже и позже. У меня была пациентка, которая только ближе к 9 годам смогла нормально сделать спирометрию. До этого она просто не могла это сделать. Как оценить вот эту бронхореактивность? Кроме пробы с венталином, первая строчка, которая безопасна, у нас есть две другие пробы. Почему мы используем другие пробы? Потому что пробы с венталином обладают рядом недостатков. Каких? В ремиссию, когда у пациента нет симптомов. Во-первых, у пациента не будет бронхиальной обструкции. Это раз. И второе, пробы с венталином может оказаться отрицательной. Почему? Потому что пациент в ремиссии ничем не отличается с точки зрения функциональной диагностики от пациента, от здорового человека. Поэтому для них есть провокационные пробы. Проба с метахолином. Это проба опасная. Она вызывает бронхоспазм. Но она более чувствительна и специфична, особенно специфична для бронхиальной астмы. Проба с физической нагрузкой. Не стандартизирована, но в принципе мы можем использовать. Попросить пациента побегать и вновь его посадить за спирометр и дать ему подышать. Других способов нет. Как подтверждается астма? Астма подтверждается по снижению индекса ТЕФНО. Не будем, давайте об этом думать сильно, что это такое. И по бронхореактивности, по приросту УФВ-1 после 200-400 микрограмм венталина, кто сколько делает, прирост на 200 мл или 12%. В общем, у нас есть определенные критерии, которыми мы пользуемся. Здесь тоже есть пара подводных камней, которые нам иногда мешают. Но в целом мы можем пользоваться этими критериями. Особенно если у пациента есть обструкция, то эти критерии очень хорошо работают для постановки диагноза. Есть еще одна проблема. Вот этот индекс ТЕФНО, который является главным индексом во время проведения спирометрии для оценки астмы. Нормы индекса ТЕФНО на самом деле не статичны. Они меняются с возрастом. И по мере взросления человека норма снижается. Особенно нам интересна нижняя строчка. Это нижняя граница нормы. И ряд врачей предлагает использовать не фиксированный показатель индекса ТЕФНО. Вернусь назад. 0,7-0,8 у взрослых, 0,9 на детей. А некую индивидуальную норму, которую сейчас прибор для проведения спирометрии может рассчитывать. Споры не утихают. Как лучше пользоваться? Поэтому здесь тоже есть один небольшой подводный камень, который иногда нам мешает в постановке диагноза. Что еще? Мы можем нашим пациентам, особенно маленьким пациентам, померить оксид азота выдыхаемого воздуха. Я вам на следующей картинке сейчас покажу, как это выглядит. Что этот тест делает? Он определяет активность аллергического воспаления в дыхательных путях. К сожалению, не всегда он работает, так как он повышается не только при астме, но и при атопическом драматите, при аллергическом ринете, в общем, при всех тех заболеваниях, которые могут затрагивать респираторные и даже нереспираторные органы. Вот так выглядит тест. Зато он простой, и его может сделать ребенок и в 5 лет. И какую-то информацию нам это даст. Особенно этот важен тест как оценка эффективности терапии. Потому что, собственно, пощупать аллергическое воспаление мы можем с помощью этого теста. Он не инвазивный, безболезненный, очень простой. К сожалению, пока не везде доступен, но в нашей клинике, может быть, скоро появится. Мы можем взять анализ мокроты пациента, положить под микроскоп и найти 50-е у зенофилов в поле зрения. В норме там или вообще их нету, или там один и у зенофил в поле зрения. Что это даст? Подтверждает аллергическое воспаление. К сожалению, мокроты нету не всегда. У части пациентов можно вызвать мокроту, проингалировать солевой раствор, и пациент откашляет мокроту, даже если ее нету. То есть мы просто заставим ее образоваться из ничего. Для этого нужен специальный небулайзер, гипертонический раствор. Естественно, это врачебная процедура. И, опять же, пока она недоступна, я очень надеюсь, что когда-нибудь я смогу это вам предложить. Пока еще, к сожалению, не могу предложить. Кое-какой детали для небулайзера у меня не хватает. Что такое контроль над астмой у детей? Дневные симптомы, критерии неконтролируемой астмы. Дневные симптомы чаще, чем два раза в неделю. Ночные пробуждения от астмы. Средства скорой помощи чаще двух раз за неделю. Требуется ограничение физической активности. Картинка не очень хорошая. Что такое контролируемая астма? Нет ни одного из перечисленных критериев за последние две недели. Что такое частично контролируемая? Один-два критерия. Что такое неконтролируемая? Три-четыре критерия. Для чего это надо? Контроль над астмой – это универсальный показатель для оценки текущего состояния пациента с астмой. Мы добиваемся того, чтобы астма была контролируемая. То есть, видите, мы ориентируемся на симптомы при выборе или при оценке состояния пациента. И если у пациента неконтролируемая астма, мы должны увеличить интенсивность его базисной терапии, противоастматической терапии. Кроме этого, есть две шкалы, которые можем использовать у детей и у взрослых. Есть шкала AST-тест. AsthmaControlTest.com Выбираете раздел «Россия», выбираете ребенок, отвечаете на несколько вопросов, получаете какое-то количество баллов, 20 баллов и более. Поздравляю, у вас контролируемая астма. Есть ACQ. По-моему, не знаю насчет детского, взрослый точно есть опросник. Приблизительно такая же схема, только там средний балл высчитывается в зависимости от полученных результатов. Хорошо контролируемая астма, это меньше, чем 0,5. Результативный балл. Что еще? Вот это уже мы подходим к самоконтролю. Можно вот эти опросники дома заполнять, можно взять пикфлометр и выдухать каждое утро и каждый вечер в прибор и записывать свою пиковую скорость выдоха и рисовать вот такой график. С врачом обсудить, что такое хорошая пикфлометрия, что такое плохая. И если график слишком пошел вниз или показатели между утренним и вечерним расходятся слишком сильно, это астма, которая выходит из-под контроля. Что еще? Вместе с врачом можете, кроме выписки, написать хотя бы на бумажке, а лучше попросите врача распечатать из интернета или распечатайте сами, принесите ему. Вот такую штуку, которая называется астма-менеджмент-план или план по лечению астмой. Я перевел его на русский язык. Хотя это не идеальный план. Но здесь есть принцип светофора. Зеленая зона, все хорошо. И пациент, если он все хорошо, он из зеленой зоны получает каждый день препарат байсной терапии. Желтая зона, симптомы становятся хуже. И здесь мы можем расписать пациенту некий алгоритм купирования этих симптомов. И красная зона, все очень плохо. Тут пациент должен принять какие-то экстренные меры и вызвать скорую помощь. Доказано, что наличие такого плана снижает вероятность развития тяжелого обострения бронхиальной астмы. То есть сам факт наличия бумажки, где все расписано, подробно и понятно, улучшает течение заболевания. Что мы должны этим воспользоваться. Пару слов про терапию. Наши главные помощники. Это мистер Небулайзер и мистер Спейсер. Спейсер – это устройство для вдыхания аэрозольных ингаляторов и только аэрозольных ингаляторов. Небулайзер – это средство для вдыхания растворов, суспензий для ингаляции. Как правило, Спейсер используется для базисной терапии каждый день. Небулайзер используется для самого тяжелого обострения, которое такое тяжелое, что пациент даже не может вдохнуть лекарство. Доказано, что вероятность развития побочных эффектов от терапии, допустим, тремор рук и тахикардия, увеличивается на Небулайзере по сравнению со Спейсером. Поэтому Спейсер – это даже лучше в некоторых ситуациях для лечения обострения астмы. У нас есть у врачей так называемая ступенчатая терапия астмы. Для детей она немножечко своя. Суть в том, что на каждом ступенечке мы смотрим, где находится наш пациент, выбираем ему вариант терапии, и смотрим, контролируется ли астма или не контролируется. И если не контролируется, шаг наверх. Если контролируется, шаг вниз, вплоть до шага 1 – полная отмена препаратов. Хотя некоторые ученые на сегодняшний день предлагают оставлять терапию пожизненной, даже на фоне контролируемой астмы. Споры еще на этот счет продолжаются. Это схема для детей меньше 5 лет. Давайте мы это пропустим. Вот кое-что интересное. Что такое низкие дозы для наших пациентов, для детей старше до 5 лет? В документе Джина они прописаны. Вот, может быть, обращу внимание на Будусани для небулайзера, всем известный пульмикорт. Максимальная низкая доза – это 500. То есть 252 раза – это не так много. Пульмикорта – это низкая доза. Не бойтесь пульмикорта. Если вам его врач назначает, он, как правило, идет для вас в низкой дозе. А можно сопутствующий вопрос? Очень часто есть два таких очень частых вопроса про астму мам. Первый вопрос – пульмикорт. Боюсь гормон, но ребенок не растет. Многие связывают отсутствие роста с применением гормона. И вот второй вопрос, наверное, ко всем нашим врачам и к Алексею. Рефлюкс вызывает астму, обструкция, вот это все. Вот правда это или нет? То есть оно заливает куда-то сюда вверх. Кажется, что там ребенок срыгивает, даже начинает кашлять. Я прошу прощения, я вас перебью. Давайте все-таки мы все вопросы обсудим потом. Потому что иначе вы будете, ребят, сбивать. И в итоге все равно эти вопросы останутся. Ну, в принципе, я уже, кстати, последний слайд показывал. Просто тут тоже слайд про это же. Ну, давайте про рефлюкс точно мы… Это такой долгий вопрос. Я просто хотел показать. Вот четвертый шаг, кому близко видно. Здесь пациент может получить максимальную дозу ингаляционных кортикостероидов. Снижение роста доказано для приема препаратов в максимальной дозе. Задача врача удержать пациента где-то вот здесь. И на низких, на средних дозах, даже на длительном, на пожизненном приеме снижения роста быть не должно. Вот. На пульмикорте точно не будет. Последний слайд. Это вот для тех человечков синеньких. Помните, в самом начале. 4 из 100. Тяжелая астма, которая не лечится стандартными препаратами. Редко, но бывает. Вот у меня единицы таких пациентов. И это место для так называемой биологической таргетной терапии. Самый известный препарат на сегодняшний день, самый первый появившийся, Омолизумаб. Моноклональный антилаб против моноглобулина класса Е. И несколько препаратов, их гораздо больше на самом деле. Сейчас основной упор на интерлекин пятый. Блокирование его эффектов. И если Омолизумаб работает в астме, где работает она через ИГЕ, опосредованную аллергическую реакцию, то вот эти все три нижних работают через эозинофильное воспаление. Вот. Это прямое следствие выделения различных фенотипов. По сути, под каждый фенотип пытаются найти индивидуальный биологический препарат. И когда-нибудь создадут некое лекарство, которое, скорее всего, будет в виде таблетки, которое надо будет принять, и оно даст сногсшибательный эффект на целый месяц без каких-либо стероидных эффектов. Это все. Спасибо огромное. Дорогие друзья, мой коллега так аппетитно рассказывал про бронхиальную астму, что мне даже самому пришлось вспомнить, что я ее не очень хорошо контролирую. Любопытно, что я во всяких рекомендациях по лечению аллергических заболеваний упоминаюсь только как человек, который носит с собой венталин. Ну, может быть, еще немножко как счастливый папа ребенка с функциональной болью в животе. Как гастроэнтеролог я вообще не упоминаюсь в руководствах по аллергии. Тем не менее, ко мне люди приходят. Но об этом потом. А сейчас короткая история. Где-то в космическом пространстве вертится планета, на которой живет 30 триллионов человек. И вдруг на эту планету спускается с Нибиру толпа чертей, у которых 39 триллионов. И пожив года два, вся эта публика решает выбрать президентом. Как вы думаете, с какой вероятностью президентом станет все-таки, так скажем, коренной житель этого чудесного места? Или все-таки, что более вероятно? Кого они выберут президентом? Нибирианцам, естественно. Потому что они, знаете, их позвали, теорию какую-нибудь приплетут, что их как Рюрика пригласили откуда-то из Скандинавии. Естественно, они выберут Нибирианцам. И, в общем, нечто похожее можно, наверное, предполагать и в нашем кишечнике. Потому что наших клеток значительно меньше, чем клеток бактериальных. И вообще, строго говоря, с современных позиций, скорее мы оболочка для бактерий, чем бактерии – это наш богатый внутренний мир. Возникает вопрос, почему вся эта публика, которая умеет выделять токсины, которая умеет убивать, если понадобится, которая умеет повреждать кишечник, вызывать множество всяких нежелательных явлений, почему она до сих пор нас не прикончила? Потому что, к счастью, есть некий барьер. И этот барьер называется кишечник. И это, пожалуй, главный барьер, потому что его площадь намного больше, чем площадь кожи. Площадь кишечника, если бы мы могли разгладить все складочки тонкой кишки, составила бы приблизительно площадь теннисного корта. Для большого тенниса. Но, казалось бы, напрашивается резонный вопрос. Почему же они сразу не мигрируют в кровь, не вызывая сепсис на следующий день после того, как ребенка, медицинская сестра в роддоме взяла немытыми руками? Потому что, к счастью, кишечник, эта штука достаточно непрерывная, достаточно герметичная. В ней есть такие плотные межклеточные контакты, которые приклеивают одну клетку кишечника к другой клетке кишечника. И с ними могут возникать проблемы. И проблема, да, признается. С одной стороны, если кишка сильно повреждена, эта кишка может начать терять белок. Что и происходит, скажем, при тяжелой болезни крона. Это мой профиль, это иммунные заболевания кишечника, начинающиеся в раннем возрасте, страшные инвалидизирующие болезни. При них в кишке появляются язвы, человек теряет белок настолько, что он может прийти, скажем, с тяжелыми отеками. У него могут быть полные плевральные полости жидкости, потому что белок перестает задерживать воду в организме, в просвете сосудов. Может случиться, по идее, и обратное. Если вот эта граница, эта тонкая грань между чрезвычайно агрессивной внутренней средой и такой безобидной и пушистой средой самого организма, если эта грань как-то повредится и что-то с этими плотными контактами пойдет не так, то случится протекающая кишка. И сейчас внимательный слушатель должен услышать хруст тонкого льда, на который мы сейчас вступаем, а также звуки урчания в животе и активной перистальтики у моих коллег, которым этим протекающим кишечником уже набили оскомину. Итак, действительно, отдельные антигены отдельных бактерий могут проникать через слишком проницаемую стенку кишки и вызывать какие-то реакции иммунитета. Это возможно, и, вероятно, это просто иногда происходит. Сейчас синдром протекающей кишки или вот этот Leaky Gut Syndrome умышленно называют синдромом и не из самых лучших побуждений. Как правило, это новое, чаще всего это используется как страшилка. Знаете, врачи скрывают, но на самом деле все проблемы от протекающей кишки. Стоит только заставить ее не протекать, и все проблемы уйдут. Более того, отрицать адекватному врачу то, что что-то подобное в кишке происходит, невозможно, потому что, простите, есть фотографии. Вот она, собственно, это самая щеточная каемка и граница двух энтероцитов, то есть выстилки кишки. Вот справа, видите, расширение есть. Это электронная микрофотография. Видите дырку? Вот она есть. Через нее может что-то проникать. А если что-то проникло через границу кишки, то дальше оно вступит неумолимо в контакт с иммунными клетками. А иммунные клетки что нужно съедят, что-то покажут, презентируют, как мы говорим, другим клеткам иммунитета. Те научатся, запомнят все это и вызовут море всяких проблем. Они правда могут вызвать море проблем. Например, показано, что при системной красной волчанке моноциты, повышение выделения маркер-антиген поверхностно-иммунных клеток CD14, его увеличение усиливает образование так называемых тол-лайк-рецепторов, это такие молекулы, которые при системной красной волчанке, по идее, провоцируют обострение. Собственно, этот самый CD14, да и тол-лайк-рецепторы четвертого типа, это все про наше взаимодействие с бактериями. И действительно, посмотреть на результат одной единственной такой работы, можно с уверенностью сказать, что системная красная волчанка – это инфекционное заболевание. Надо лечить его антибиотиками тем паче, что если мышку, у которой слишком сильно экспрессировано, то есть образуется тол-лайк-рецепторы четвертого типа, накормить антибиотиками, то у нее исходно активная волчанка, например, спадает. Более того, если взять мои любимые воспалительные заболевания кишечника, мы можем взять мышку и методами генной инженерии выключить у нее гены, контролирующие воспаление. Ну, скажем, ген, ответственность за образование одного из интерлекинов, который подавляет воспаление. Если такую мышку сразу после рождения начать кормить всем подряд и поместить ее в обычный вольер с остальными грызунами, то она очень быстро погибнет от тяжелого аутоиммунного воспаления. У нее разовется что-то похожее на язвенный колит и на болезнь крона, и мы ее потеряем. Ее, правда, можно успеть спасти, если ей хирург выведет стому, то есть выведет кишку на живот и сделает так, чтобы по кишке бактерии не шли. Тогда эта мышка будет спасена. Если эту же мышку сразу после рождения кесаревым сечением у мыши поместить в полностью стерильную среду и кормить совершенно стерильным кормом, то она тоже выживет. Как после этого не сказать, что вообще все проблемы с иммунитетом связаны с микрофлорой и связаны с проницаемостью кишки? Сказать это невозможно. Да, этот феномен повышенной кишечной проницаемости присутствует. Он присутствует при, например, таком ярком феномене, как печеночная энцефалопатия. Человек дожил до цирроза по какой-то причине. У него печеночная ткань заместилась рубцовой тканью, фактически соединительной. При этом у него начинают страдать его, так скажем, ментальные функции. Это огромная проблема. И действительно, конечно, механизмов этого процесса много, но один из механизмов — это влияние микрофлоры, накопление продуктов разложения белка, и в том числе вот эта повышенная проницаемость кишечной стенки. Другое дело. Стоит ли в этом винить все проблемы с иммунитетом, с которыми мы сталкиваемся? Вряд ли. Потому что, вероятнее всего, это совершенно естественный процесс, который просто слишком выражен при печеночной энцефалопатии, который весьма выражен при целиакии, при болезни крона, при тяжелой инфекции, вызванной ростом клостридии после курса антибиотиков, но может быть выражен и при гораздо меньших воздействиях на наш организм. Человек приехал куда-нибудь на юг, подцепил диарею путешественника. Это такой собирательный термин, когда понос уже три дня, а мы не знаем от чего. Или он что-то не то съел, или рядом с ним кто-то покурил, или просто у него моторика кишки изменилась, потому что он немножко понервничал. Все это тоже будет приводить вот, собственно, к этим, наверное, протекающим кишкам. Но что происходит в реальной практике? В реальной практике человек спрашивает совет у врача, что же ему делать. Ему говорят, бинго, не нужно мазать кожу увлажнителями, простите, эмалиентами, а не нужно мазать их стероидами. Сейчас мы исправим вам что-то в кишке нашими секретными препаратами. Мы при этом обязательно проверим микрофлору, потому что точно так же такие же исследования говорят о том, что сама эта проницаемость кишки, да и вообще все в нашем организме управляется бактериями. Мы поправим вашу микрофлору, все перестанет всасываться, все пройдет. При этом, как правило, полностью игнорируется то, что вообще кроме, собственно, бактерий, их числа, их названий, есть еще очень много игроков на поле. Начнем с того, что, собственно, сама эта слизистая оболочка – это не просто какой-то пассивный барьер. Это клетки, которые выделяют очень много веществ, которые как-то влияют на бактерии. Они выделяют дефенсины, каталицидины, они выделяют иммуноглобулины, они выделяют слизь с муцином, и это все некий барьер. Вообще, строго говоря, толщина слизи приблизительно в 10 раз больше, чем толщина самого слоя клеток. Там в основном защитный слой – это слизь, на самом деле, а не вот этот клеточный барьер. Большинство бактерий патогенных, вредных, даже не добираются до стеночки кишки в норме. Кроме того, сами бактерии между собой как-то взаимодействуют. Они тоже обмениваются разными молекулами, друг на друга влияют. И по этой причине мы, кстати, сталкиваемся с любопытными исследованиями всяких пробиотиков. Есть, например, работа, в которой прокипяченный пробиотик, где живых бактерий вообще нет, работал так же хорошо, как пробиотик живой. Почему? Потому что, видимо, ввели просто какие-то белки, которыми бактерии друг с другом конкурируют. Пересадка стула – новое, незарегистрированное в России явление, чрезвычайно эффективное при некоторых вещах, для которого требуется только блендер, ваш прицежанный банк физраствора, если что. Ну и еще можно ситечко взять у жены на кухне, что я и сделал. Да, и противогаз, или вытяжной шкаф. Хотя можно привыкнуть, уверяю вас. Мы тоже не понимаем, почему она работает. Потому что все равно то количество бактерий, которые мы вводим в кишку, оно просто близко, не сопоставимо с теми 30-39 триллионами бактерий, которые живут в среднем у любого из присутствующих в этом зале. И действительно, нам предлагают, когда мы проверяем что-то с бактериями, как-то их состав, нам предлагают поверить на слово, что других участников всей этой заварушки иммунологической в кишке нет. Никак не влияет то, с какой скоростью кишка сокращается, это контролируется нервной системой. Никак не влияет то, что мы едим. Потому что вообще-то главный стабилизатор вот этой проницаемости кишки, вообще главный энергетический субстрат кишечника, это даже не столько глюкоза, сколько краткоцепочечные жирные кислоты, всякая масляная кислота, пропионат. Все это продукт переработки нашими бактериями всяких длинных углеводов, растительной клетчатки, грубо говоря. По этой причине, как какая-нибудь страна перейдет на западный тип питания, как Япония, так можно там ожидать, например, взлета заболеваемости колоректальным раком. Ну и так, а на практике делается что? Берется проб стула, При этом стул, строго говоря, это скорее флора просветная, потому что есть еще толстый слой флора, который живет у стенки кишки. И это, поверьте, совершенно две разных популяции бактерий. При этом полностью игнорируется то, что на протяжении пищеварительного тракта состав бактерий разный и количество бактерий разное. В 12-перстной кишке немного, чуть больше на подходе к кишке толстой, где уже вся пища, грубо говоря, всосалась, пора всасывать воду. И, наконец, совсем их много в кишке толстой. Берется проба стула, она каким-то образом доставляется в лабораторию. Где-то она везется в сумке, в холодильнике с пакетами льда. Где-то ее везет бабушка, не спеша, в сумке. Где-то ее санитарка поставила к батарее. И после этого эта проба помещается на чашку Петри. И мы ждем, что же там вырастут за колонии, при этом полностью игнорируя тот факт, что 75% всех жителей нашего кишечника даже названия не имеют, потому что их нельзя культивировать. Они просто не растут на питательной среде. У нас там, знаете, внутри все-таки не тот питательный бульон, что в чашке Петри. Но не будем обращать на это внимание. Мы сделаем этот тест, определим там 20 видов бактерий. Тем более, что у нас есть целый государственный отраслевой стандарт определения дисбактериоза, который, между прочим, действует. И по нему, например, при атопическом дерматите, при любой аллергии и даже, там, прекрасные показания, при частом стрессе у детей необходимо выполнить и искать дисбактериоз. Мы определяем эти 20 видов. И по ним судим о состоянии всех остальных видов, которые, по самой скромной оценке, в нашей кишке, где-то в районе 500 уникальных, а, вероятно, тысячи. Мы придумали какую-то норму. Не мы, а когда-то до нас придумали. Но поскольку этот тест уже успели покритиковать, и вообще при слове дисбактериоз у всех возникают такие мурашки и нервные подергивания, и обостряется атопический дерматит, то придумана еще более классная разновидность. А что если нам взять и в крови определять те белки, которые через эту проницаемую кишку проникают в кровь? Ну, бактерии, ясно делал, то они проникают, это называется сепсис. Но давайте определять еще какие-то маленькие-маленькие-маленькие молекулы. И получился ХМС по Осипову. Прекрасный тест, который стоит сдать всем, кто хочет очень долго и нудно лечить своих детей и самого себя. Потому что этот тест, как выяснилось тут при недавнем интервью с создателем этого метода, был изучен на такой колоссальной выборке пациентов, как 150 человек. То есть взяли 150 человек с дисбактериозом, который выявлен вот этим тестом, и сравнили со 150 типа здоровыми. А у нас в статистике медицинской есть такое правило, что если вы сравниваете очень много параметров между одной группой и другой, то в каждой группе число выборки, число участников, должно быть как минимум в 10 раз больше, чем число параметров, по которым вы сравниваете. То есть так уж, если мы решили выяснить, признав, что тест на дисбактериоз классический, это просто золотой стандарт, мы решили выяснить, что означают отдельные молекулы в кишке, то нам по идее нужно взять, сколько тут этих всяких маркеров-то, ну я думаю, штук 30-40 наберется. Ну вот 40-50, хорошо, 50 на 10 по 500 человек в группе. Тест по Осипову, простите, это плохое производное, это очень плохого теста. И поэтому если бы я не сбил нашим операторам работу, я бы встал на колени и попросил не делать эти тесты никогда в жизни. А еще по возможности не делать гастроскопию до визита к гастроэнтерологу с вашим ребенком, потому что это чаще всего не нужно. Ну и самое главное, делается такой тест, а после этого предлагается лечение, естественно. Может про то, что полечить? А что мы можем, собственно, предложить? Ну вот это данные доказательные, скажем, по лечению пробиотиками людей с атопическим дерматитом. Вроде работает чуть-чуть лучше, чем пустышка плацебо. Замечу, что это огромный мета-анализ 1600 участников. Но глобальное уменьшение активности самого заболевания – это 4,5 балла по шкале Скорет, которая, как я понимаю, клинически такое уменьшение означает просто вообще ничего. Сокращение площади поражения на квадратный сантиметр. Тогда вот так изменится оценка. Сама шкала Скорет в диапазоне измеряется от 0 до 103. Нечто подобное, и если немножко посмотреть еще со взрослыми, тоже, может быть, на что-то пробиотики и влияют, но точно не настолько, чтобы на это тратить семейный бюджет и игнорировать другие методы лечения. И, честно говоря, то же самое касается и всевозможных диет. Потому что, да, диеты меняют микрофлору, микрофлора меняет состояние иммунитета, вероятно, но реальные исследования не теоретически, не в пробирке, говорят о том, что чаще всего никакие диетические ограничения при атопическом дерматите к улучшению не приведут. Только если мы подтвердили настоящую аллергию к какому-то белку. И поэтому, когда вы приходите на прием, приводите ребенка с атопическим дерматитом, а вам говорят, ну все, знаете, открытие свершилось, проницаемость кишки и сейчас пробиотики, то послушать эти советы можно. А если вы хотите собирать олимпийские и уже накопить деньги на пробиотики, вы можете использовать эту отличную коммерческую идею. Потоотделение. Мало кто знает, но при абсцессии и туберкулезе у многих людей развивается потоотделение. Потоотделение погубило немало людей на нашей планете. Оно не выявляется стандартными тестами. Но мы готовы предложить вам лечение. Мы готовы сделать специальный тест. Его интерпретирует только доктор Головенко. После этого я непременно предложу вам индивидуальную схему терапии биологически активными добавками. При этом помните, что по-настоящему активными биологически активные добавки становятся только при использовании промокода, который вы видите сейчас на экране. Как-то так. Почему мы так спокойны? Потому что, казалось бы, главный вопрос это все-таки. Окей. Проблема есть? Есть. Хуже не будет? Не будет, если мы чем-то полечим. Но от пробиотиков еще, ей-богу, нет. Пара человек умерло от, насколько я помню, сахара мицетов. Но тем не менее. Потому что все-таки вся суть нашей медицины, вся суть того, что мы называем доказательной медициной, мы ее так называем в России, за рубежом ее называют просто медициной. Вся суть доказательной медицины это в том, чтобы взвешивать риски. Потому что мы, к сожалению, не математики. Мы не можем вам уверенно сказать, как в автосервисе, что здесь барахлит карбюратор. Мы оперируем вероятностями. И, например, приходит ко мне на прием или вот к моим коллегам на прием ребенок, у которого болит живот. И, конечно, возникает соблазн проверить его на все подряд. Может, у него кишечная форма туберкулеза. Может, у него заворот кишок. Но если живот болит достаточно давно, то, во-первых, он попадает в число, ну, так скажем, в большую компанию товарищей по несчастью. Потому что живот, по статистике, болит, ну, как минимум, у каждого десятого ребенка. Выключаю мою дочку. Если посмотреть на вот это огромное исследование, посмотрите, приблизительно от 12 до 15 процентов детей будут иметь постоянную боль в животе. И если мы начнем сейчас каждого десятого ребенка на улице ловить и подвергать всем возможным обследованиям, то, во-первых, и деньги закончатся, нечем будет его кормить. А, во-вторых, ребенок вряд ли скажет нам спасибо. А, во-вторых, при таком объеме обследований рано или поздно какой-то процент детей получит осложнение уже от самих диагностических процедур. Поэтому на деле мы пытаемся взвешивать риски. Мы, как правило, ориентируемся на так называемые симптомы тревоги. Есть ли действительно что-то криминальное с ребенком? Он худеет, у него скачет без причины высоко температура, его рвет просто до конца и много-много дней подряд. У него выделяется откуда-то кровь, у него что-то с задним проходом. Но если этих симптомов нет, то почти всегда мы ничего не найдем при обследовании. К примеру, вот в этом исследовании 598 детей, у которых не было этих симптомов тревоги, подвергались ультразвуковому исследованию. Вероятность что-либо найти при этом УЗИ 1%, меньше даже. Хотя у нас находят. Перегиб желчного пузыря, гастроптоз, дискинезии желчеводящих путей и ужасность, страшный диагноз, долиха сигма, которую можно найти, если сильно долго вглядываться в пятна на рентгеновском снимке, и много других удивительных диагнозов. Самый ужас в том, что, хотя чаще всего находок никаких нет, чем больше мама сделает исследования своему ребенку, тем линейно у нее будет возрастать оценка по шкале тревожности. То есть каждое это исследование, которое, казалось бы, призвано успокоить маму, будет только ее тревожить. А когда мама тревожится, то ничего хорошего с ребенком, как я сейчас постараюсь объяснить, не происходит. Поэтому на деле, по современным представлениям, если у ребенка нет тревожных симптомов, мы делаем минимальный набор обследований, даже игнорируя УЗИ. Мы делаем анализ калу на скрытую кровь, если что-то с кишечником, лучше иммунохимическим методом, а не просто классической пробой с бензидином. И мы делаем общий анализ крови и один раз в жизни проверяем на целиакию, хотя это 1% популяции от силы всех. И то мы это делаем при хоть каком-то намеке, изначительно малябсорбцию, нарушение всасывания или на диарею. А на деле, основное, что мы лечим гастроэнтерологи, это функциональная боль, которую у нас в стране принято считать психическим заболеванием. У взрослых принято говорить человеку оставить нас в покое, не приставайте, сколько можно сюда ходить, господи, этого больше не пускать. Ребенку принято обвинять в том, что он врет, сочиняет или просто отмахиваться от него. На деле, функциональная боль, это вполне реальная боль, и это больше половины всех консультаций гастроэнтерологов в мире, если не заниматься сочинительством. Функциональная боль — это некий дисбаланс между тем, как местная нервная система кишки воспринимает сигналы растяжения и тем, как потом этот сигнал будет транслирован в сознание. Так уж получилось, что здесь всегда присутствует некий порочный круг. У человека что-то произошло с кишкой, ему ввели прикорм, может быть неудачно, он перенес кишечную инфекцию. На уровне кишечной нервной системы возникла патологическая чувствительность. У детей такие исследования не особенно проводят, но у взрослых, например, если ввести человеку с таким состоянием баллончик в прямую кишку и начать надувать, то он ойкнет заметно раньше, чем здоровый. И вот после того, как эта гиперчувствительная местная нервная система вызовет импульс в головной мозг, головной мозг не найдет ничего лучше, кроме как усилить спазм, нарушить перистальтику, а тут уже подключаются всякие остальные игроки на поле. И состав бактерий, и желчные кислоты такие наши внутренние слабительные. Но вот если у взрослых, скорее всего, главная причина это все-таки что-то на уровне кишки, то у детей главный, пожалуй, источник проблем это все-таки центральное восприятие боли. И в связи с этим становится неудивительным тот факт, что если открыть суровое руководство кокрановского сотрудничества в плане лечения боли хронической у детей, там будет написано к настоящему моменту лечить нечем. Качественных исследований по лекарственной терапии боли в животе у детей не существует. Мы должны это критически воспринимать. Тут снова под моими ногами захрустел тонкий лед. Но потому что есть небольшие исследования, которые позволяют все-таки что-то безопасное использовать. Да, например, можно попробовать масло перечной мяты. Это самый главный недооцененный спазмолитик в нашей стране, для которого доказательная база больше, чем для всех остальных патентованных таблетированных лекарств вместе взятых. Он, страшно сказать, продается на iHerb. Нет, используйте другой промокод. Используйте промокод Зубаревый. Метаанализ показывает, что она эффективна, она не очень изучена у маленьких детей, но ей, богу, хуже не будет, хотя если ее очень много пить, может возникнуть и сжога. И даже описан случай поражения почек, но это уж, так знаете, если я одной питаться. То же касается и диет. Да, что-то пробовать нужно, но все это достаточно обременительной штуки. Полностью лишить ребенка молока и кисломолочных продуктов, это, честно говоря, рисковать состоянием его костной системы, его развитием. Полностью перевести ребенка на аглютеновую диету, но, во-первых, это мало кому понравится в семье, потому что на стране соблюдать аглютеновую диету очень сложно. Есть и, наконец, такая, пожалуй, самый эффективный вид питания для взрослых с функциональной болью, который называется диета Low Fod Map. Ей занимается такой Monash University в Австралии, у них есть целое приложение для телефона, и это патентованное легальное средство, но это тоже очень обременительная штука. Я, честно говоря, потратился 500 рублей на это приложение, сходил в шоколадницу, там нечего есть, просто, к сожалению, надо просматривать меню. К чему я? К тому, что мы взвешиваем риски, и у ребенка гораздо более эффективными методами, чем пичкание его таблетками и проведение бесконечных исследований будет анализ психологической обстановки. Точно ли, когда у ребенка болит живот, а мы подбегаем к нему с криками «Петенька, что случилось?», точно ли мы не подстегиваем некое желание ребенка привлечь внимание родителя? При этом, точно ли мы, с другой стороны, не игнорируем реальную проблему? У ребенка болит живот, а мы отмахиваемся от него. Нет, болит у него по-настоящему, сигналы воли вашей идут по тем же проводящим путям, что при аппендиците. Болеть функционально может точно так же сильно. Но по этой причине серьезное руководство по лечению боли в животе у ребенка как приоритетное выделяют психологическое консультирование. Подбодрить и похвалить его, если он, несмотря на то, что с утра поболел живот, пошел в школу, похвалить его за это. Похвалить его, если он, преодолевая боль, пошел и позанимался в секции или где-нибудь в балетной школе. Вычленить какой-то триггер, который можно вычленить. Я, честно говоря, сославшись на свой скромный опыт, когда моя дочка при походе в садик жаловалась на боль в животе ровно на одном и том же перекрестке, сменил садик. И все прошло. Это можно долгим и нудным путем выбрать и действительно с этим бороться. И это намного эффективнее, потому что это взвешивание разумных рисков. Мы можем защитить нашего ребенка от автоаварий, но тогда в хорошую школу иногда приходится и ездить. Мы можем ребенка с бронхиальной астмой, с аллергическим компонентом увезти куда-нибудь в горы, защитив его от аллергических проявлений, но тогда ему будет сложно дать образование. Мы можем пичкать ребенка бесконечными таблетками, хотя ничуть не менее эффективна будет физическая активность, которой мы его лишаем, создавая у него модель поведения больного ребенка. Ну и наконец мы можем бесконечно обследовать наших детей, собирая собственные тревоги, собирая осложнения от обследований, при этом игнорируя, тратя время, которое мы могли бы потратить на общение с собственным ребенком. И вот именно про это взвешивание баланса я надеюсь, наша сегодняшняя конференция этому она и посвящена. И только ориентируясь на данные, мы сможем эти риски взвесить, в чем, я надеюсь, мы с вами на одной стороне. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут бессмертный Алексей. Я врач, аллерголог, коммунолог и педиатр. Постараюсь не уронить планку, заданную великолепно коллегами. Сразу хочу сказать, мой доклад посвящен диагностике аллергии, но это адаптировано для вас, родители. Я вижу, в зале очень много коллег, и не воспринимаете это как руководство к действию. Это исключительно только для родителей. Итак, диагностика аллергии. Те самые пресловутые анализы, которые у нас очень любят сдавать, и несмотря на то, что у нас страна, например, самое большое количество анализов мочи в мире, у нас в том числе и по аллергии сдается очень большое количество тестов. Хочу сказать, что самый сильный тест и самый большой анализ это анамнез, это то, что врач услышит от вас, то, что вы ему расскажете. Поэтому, когда вы идете к доктору, вы должны полноценно, максимально интересно рассказать, что же беспокоит вас в вашем ребенке. И только на основании этого врач будет назначать вам какие-то тесты. Он никогда не догадается, что у вас, он не провидец, он только услышит от вас. Причем желательно договориться и говорить всем одно и то же, потому что, расспрашивая маму и папу, мы можем получить две разные истории. Итак, редко, когда анализы дают нам диагноз, анализы должны только подтвердить наши догадки и развеять некоторые сомнения. Сегодня расскажу о наиболее типичных, которые сдаются для диагностики аллергии. Поехали. Начнем с общего моноглублин Е и такого теста, как фодиатоп. Да, его часто сдают. Например, для того, чтобы направить к аллергологу, подтвердить или опровергнуть наличие аллергии. Но это низкодостоверные тесты по двум причинам. Общий моноглублин Е. У человека с серьезным атопическим заболеванием он может быть в норме. Вполне. Что мы получаем? Мы имеем клинику, отрицательный анализ. Он же не опровергает наличие аллергии. Зачем его сдавать? Незачем. В то же время он может быть идиопатически повышен, как недавно мы столкнулись с Анастасией, у человека без какого-либо аллергического заболевания. Опять же, что с ним делать? Лечить анализ не нужно, аллергии у человека нет, анализ нам ни в чем не помог. Поэтому это выкинутые 800 рублей. Начинаем нашу копилку. Дальше. Тест фодиатоп. Чуть более достоверный тест, который включает в себя сумму основных ингаляционных и пищевых аллергенов и используется для скрининга. То есть он положителен, да, с высокой долей вероятности аллергии есть. Он отрицателен, аллергии нет, и этот пациент, возможно, не имеет атопического заболевания. Минусы. Поскольку это собирательный тест, очень часто бывает, что он отрицателен, а более развернутые анализы выявляют у человека наличие аллергии. Вывод. Его можно использовать для скрининга, для направления первоначально к аллергологу, но, опять же, не всегда, поскольку, возможно, у вас будет до обследования. Так, любимый нам общий анализ крови, наличие там эзенофилов, эзенофилия и эзенофильный катионный белок. Очень низкая специфичность. Всегда, когда приходит пациент, говорит, у нас же эзенофилы в норме, или у нас там эзенофилы повышены. Ни то, ни другое не исключает и не опровергает наличие аллергического заболевания. Повышение эзенофилов может быть идиопатическим, наличие гельминтов и много-много других причин, как поствоспалительные изменения после перенесенной инфекции. В то же время, если эзенофилы в норме, а у человека есть бронхиальная астма, отсутствие эзенофилов ни о чем не говорит. Астма как была, так и она осталась. Поэтому не нужно специально сдавать общий анализ крови перед визитом к аллергологу, возможно, он ему не потребуется. Еще 600 рублей и проколота палец у ребенка. Эзенофильный катионный белок. В том числе очень часто сейчас используется аллергологами, но глобально он ничем не поможет в диагностике, поскольку это не специфичный анализ. Он просто может показать, что существует в организме аллергическое воспаление. Но если человек и так с клиникой аллергии, зачем еще раз подтверждать 600 рублей. Золотой стандарт. Прик-тест, кожная скалификационная проба это золотой стандарт диагностики аллергии. Как он проводится? Он проводится на коже предплечья, у маленьких детей на коже спины с помощью прокола, нанесения микропрокола кожи, нанесения туда аллергена, как самодельно, кустарно приготовленного, так или сделанного на заводе. Как уже показывала Анастасия, это может быть прям настоящая еда. Это может быть сделанное на заводе аллергена. Шикарный тест. Очень точный. Минусы. У нас в стране нет качественных реактивов для проведения. Есть немецкие, есть чешские. Они не прошли регистрацию, они не зарегистрированы. Использовать их незаконно. Поэтому мы вынуждены использовать тесты стевропольского производства, московского, но кулуарно, даже ведущие аллергологи страны говорят, что так себе. Точность невысока и мы можем получать ложно-положительно и ложно-отрицательные реакции. Плюс, для того, чтобы сделать кожные тесты, нужно сделать пробу с гистамином, как положительный контроль. Гистамин у нас в стране официально нет. Есть итальянский, есть украинский, есть какой-то азербайджанский. Они легально не возятся, поэтому легально использовать тоже нельзя. Поэтому можем получить много положительных результатов, а это будет много отрицательных результатов, а это будет неправда, потому что у нас нет положительного контроля. Раньше часто использовали внутрикожную пробу с аллергеном, как пробу МАНТУ, вводили малое количество аллергена, смотрели, есть ли какая-либо реакция. Не рекомендуется из-за высокого риска системной реакции. Допустим, некоторые белки, белки яйца, например, даже при микродозе или белки арахиса могут вызвать аллергию вплоть до анафилактического шока. Поэтому зачем использовать такой опасный тест для того, чтобы подтвердить или опровергнуть аллергию. По поводу кожных проб. Эти кожные пробы не подходят для скрининга на аллергии, то есть то, что мы делаем фодиотопом. Аллергик человек или не аллергик, поскольку очень высока вероятность ложноположительного результата. То есть, грубо говоря, пробы будут положительные, а это латентная аллергия, она в принципе никак более себя уточнение характера сенсибилизации, к чему человек аллергизирован. Плюс соотношение цена-безопасность. Раньше говорили, что кожные пробы стоят дешевле, и даже UpToDate пишет, что лучше их использовать в силу того, что они более доступны. Сейчас это не так. Сейчас кожные пробы стали дороже из-за цены реактивов по отношению к анализам на аллергию, условно анализам. Ну и безопасность, потому что все-таки качественных реактивов нет, есть риски системных реакций, даже при кожных пробах, поэтому проводятся они в кабинете аллерголога, который по стандарту должен быть оснащен даже реанимационным оборудованием. Ну и плюс отсутствие качественных реактивов, я уже сказал. Следующие тесты, которые мы чаще всего сейчас используем для диагностики аллергии, это та самая кровь на аллергены, на иммуноглобулины Е. И основные тесты, которые мы сейчас имеем, это РАС-тест, аллергосцепционный тест или иммунокап. В чем разница? Более современный иммунокап представляет из себя такую диагностику. Как вам объяснить? Берем мы каплю крови, капаем в такую планшетку, на дне у нас аллерген. Если аллергия есть, то он свяжется. А иммунокап это как шарик для гольфа, в котором много-много дырочек, и все это выслано реактивом. То есть площадь поверхности этого маленького шарика в 50-500 раз больше, чем эта маленькая планшетка. Поэтому метод иммунокап более точен из-за более расширенной поверхности и больше возможностей, что аллерген свяжется с кровью исследованного человека. Соответственно, очень часто приходят родители и говорят, мы сдали анализ крови в каком-то ведущем институте Москвы, он ничего не показал. Запомните, не все закупили себе современные реактивы, поэтому такие махровые институты, университеты или крупные больницы могут использовать устаревший и раз тест, он хорош, но его точность значительно ниже может оказаться по сравнению с тестом иммунока. Плюс, по поводу лаборатории, не буду называть непосредственно лаборатории, но некоторые немножко фальшивят, потому что можно сдать анализ не только на молоко, но на кефир, на сметану и на йогурт. Таких анализов не существует. Есть основные белки молока, на них мы можем проверить эти компоненты. А проверить, если на кефир нет ли на ряженку, это, к сожалению, кривя душой они тесты используют. Поэтому всегда проконсультироваться с врачом. Гастротесты я не буду здесь рассматривать, это больше доктор Головенко, но действительно они у детей редко используются, это больше для диагностики пищевой аллергии, для гастроформ, для диагностики аллергического проктоколита, самой пресловутой крови в кале или аллергического энтерита. Но чаще всего эта диагностика не нужна, поскольку эти заболевания либо проходят, либо диагностируются на основании анамнеза. А такая серьезная манипуляция, как гастроскопия или колоноскопия сильно травмирует ребенка и получается, что само по себе обследование наносит больший вред, чем заболевание. Элиминационная диета один из очень хороших тестов для диагностики аллергии, потому что убрав что-либо из диеты на основании ваших ощущений, на основании пищевого дневника или на основании вывода доктора может в принципе убрать у вас симптомы аллергии, но не та диета, которая сейчас модна в инстаграм, без белка, без глютена, без молока, без хлеба, без жизни, без ничего. То есть есть основные аллергены, которые Анастасия уже перечислила и чаще всего исключаются для уточнения диагноза белки и молока, яйца, пшеницы, сои, рыба, орех и арахис. А исключить красненькое, посмотреть как будет, это к этому не относится. Вот так вот элиминационная диета это и есть один из способов диагностики аллергии. Элиминация аэроаллергена. У нас очень любят домашних животных. Аллергики безумно любят домашних животных и постоянно пытаются себе его завести. Не знаю зачем. Прям вот можно кошечку каждый день не пишут ватсап, не надо. Если у вас аллергия, не рискуйте, зачем дергать кошечку за хвост? И судьбу точнее. Элиминация аэроаллергена приводит к чему? Это тоже компонент анамнеза и компонент диагностики. Убрав животное, посмотрев и есть ли улучшение, убрав цветы, перьевую подушку, банально хорошо убравшись дома, можно предположить на основании этого какие именно аллергены вызывают системную или местную реакцию ребенка. Это тоже компонент диагностики. Тест на пластыре к сожалению на стороне не используется. У нас нет реактивов для этого. Очень хороший патч-тест. Они используются для диагностики аллергии на практически все, в том числе это на металлы, на компоненты кремов и прочее. У нас в стране лицензированных таких тестов нет. При Балтике они присутствуют, иногда пациенты привозят, но это очень удобно. Можно наклеить, в течение суток или двух посмотреть, и в том числе мы можем определять неиммуноглобулин зависимую аллергию, которая часто бывает, встречается у наших пациентов и тяжело интерпретируется. Оценка интерпретации тестов инвитро, то есть анализа, всегда проводится на основании клиники заболевания, то есть только на основании того, что есть у пациента. Нельзя сдать анализ, увидеть, что у вас аллергия на молоко, на пшеницу и сразу думать, что аллергия на это реально есть. Есть такое понятие, как латентная сенсибилизация, когда анализы плюс, а по сути человек ни на что не реагирует. Приведу пример. Есть условно три пациента, у которых средний уровень аллергии на белок яйца. Первый пациент при контакте с яйцом испытывает затруднение дыхания, покраснение, кожный зуд и даже потерю сознания. У такого пациента есть аллергия на яйцо? Да. И по тесту она тоже есть. Нельзя яйцо? Нельзя. Есть второй условный пациент. У него из кожного высыпания по типу атопического дерматита. И у него такая же цифра в анализе на белок яйца. Есть у него аллергия на яйцо? Сомнительно. Потому что это может быть никак не связано. Есть третий пациент, у которого периодически болит живот или, допустим, он испытывает плохое самочувствие и раздражительность. И у него тоже те же самые показатели на белок яйца. Есть у него аллергия? С высокой долей вероятностью? Нет. Поэтому оценка, интерпретация анализов проводится только в соответствии с клиникой заболевания. Никак нельзя увидеть в раскладке аллергию на все и все это убирать. Тем более, как сказала Настя, аллергии на все не бывает. Провокационная проба. У нас в стране в принципе много чего нет. И в аллергологии в том числе. У нас много что нельзя сделать и нельзя проводить провокационную пробу. У нас она юридически никак не закопрелена. Но это одна из самых точных проб с помощью пищевого продукта спровоцировать у человека реакцию. Это конъюнктивальная проба, назальная или пищевая. К сожалению, она может давать серьезные осложнения. Опять же, при аллергии на белок яйца сначала проводится тестирование кожное или, допустим, анализ крови. Только потом, если нет сильной аллергии, можно попробовать провокационную пробу. У нас ее как таковую не делают. Только если в стационаре мало какой врач рискует. Но ее можно условно использовать у тревожных пациентов при недоверии пациента к результатам анализа. Особенно при отрицательных результатах, когда у вас по анализу крови или по кожным пробам нет никакой аллергии. Но пациент не верит в это. Он говорит, да нет, я точно знаю, что меня сыпят на клубнику. У вас нет аллергии на молоко. Нет, я точно знаю, что сыпят. В таких случаях проводится легкая провокация. Чаще всего в кабинете врача. Либо кем-то членам семьи чуть-чуть попробовать. Педагогический прикорм размером с горошину. В таких случаях пациент лучше доверяет врачу и в принципе убеждается, что анализы его не обманули. Шарлатанство. Что не стоит использовать и что очень многие клиники, к сожалению, делают. Тест активации базофилов и тест активации лимфоцитов. На самом деле за ними скорее все будущее, потому что они прописываются как перспективные методы исследования с высокой точности. Но методики точные до сих пор еще не прописаны. Они пока что указываются в международной литературе как недостоверные. Но многие клиники, повторяюсь, все-таки их делают. То ли нереально в это верят, то ли это минус пару тысяч рублей. Подъязычные и подкожные провокационные тесты. Не рекомендуется почему? Подкожные, потому что риск системной реакции, а подъязычные, потому что это может быть ощущение именно тактильное и не связанное с аллергией. Достоверность таких тестов не точна. Пресловутый ЭГДЖИ 4 антитела. задавал этот анализ и приносил и говорит, ну вот же у нас, вот же, вот мы не переносим то, что там есть. Раньше даже были анализы красивых цветов. Красненькое совсем нельзя, желтенькое иногда, нельзя зелененькое можно иногда. Антитела класса иммуноглуприна G4 говорят только о том, что вы когда-то проконтактировали с этим продуктом. Это иммунитет ваш к этому продукту. И чем чаще вы кушаете, условно, грубо говоря, вы можете, можете получить повышение этих цифр. Это самое настоящее шарлатанство. Такие анализы не используются в аллергологии и во всех руководствах считаются недостоверными. За исключением одного вопроса. ИГЖ-4 антитела можно использовать для оценки и прогноза аллерген-специфической иммунотерапии. Теоретически они должны повышаться и блокировать иммуноглупринье. и некоторые исследователи говорят, что иммуноглупринь можно контролировать для оценки аллерген-специфической терапии. Инвитро, то есть пробирьте тест с собственным домашним животным. У нас есть одна клиника, не буду называть, она находится на Малоебронной, почему-то называется она институт, хотя это коммерческое учреждение, и они проводят этот тест с личным домашним питомцем. Нет такого теста. Технически это невозможно. Да, можно со своей любимой кошкой провести тест дома, потерев кошку об глаз и посмотреть, что получится, да, малодостоверный. Можно взять кусочек шерсти, сделать кожную пробу с этой шерстью, но это не стандартизированный анализ, а непонятный будет вам положительным. Они пошли дальше. Они берут шерсть животного, берут кровь ребенка, что-то там совмещают, говорят, есть или нет. Что совмещают, я правда не знаю, я там не работаю, но чтобы вы понимали, чтобы такой тест произвести, мы должны сначала выработать антитела к вашему домашнему питомцу, это пару лет, геноинженерно приготовить эти антитела и потом запустить это в пробирку, и стоить это будет как космос, ни одна кошка даже сервала столько стоить близко не будет, то есть этот тест технически произвести невозможно, но с ним приходят и говорят, вот на мою же кошечку нет аллергии, вот на ту есть, а вот на мою в пробирке проверили, нет, это недостоверный анализ. Современные тенденции, аллергочип или компонентная диагностика, один из минусов его конечно цена, но к счастью, когда только начиналось, это было 100 тысяч, 50 тысяч, сейчас 26 тысяч, я прорекламирую свою клинику в Одинцово, у нас он стоит 16, почему не понятно, мне кажется, какая это ошибка, но я этим пользуюсь, потому что это реально ниже, чем цена на сайте самой лаборатории. В чем его плюс? Там сделана компонентная диагностика, не просто молоко, а белки и молока, альфа-альбумин, бета-лактоглобулин, казеин, сывороточный альбумин, там не аллергия к березе, а к компонентам мажорным и минорным березы. Что в этом случае, чем она нам помогает? А. Иногда выявление маскирующихся аллергенов. Мы можем сдать анализы на аллергию, не увидеть там ничего, подумать, мы ошибаемся, наверное, неправильно показали анализы, либо, допустим, мы не разобрались в проблеме, это не аллергия вовсе. Не так. Компонентная диагностика является более точной, допустим, мы можем сдать анализ крови на аллергию условно к березе получить отрицательный результат, поскольку это просто на все белки березы, а оказывается, у него аллергия на мажорный компонент пыльцы березы, R, B, V1. Соответственно, в этом случае этот анализ будет положительный, покажет, на что аллергия. Обычный анализ бы ничего не показали. Когда это следует использовать? В сложных случаях. Рутинная не имеет никакого смысла, это дорого, и можно опять же увидеть много латентной аллергии, не имеющей никакого отношения к действительности. В сложных случаях, когда не получается найти причины значимый аллерген, когда человек кашляет дома, не может понять, что произошло, как оказалось, он топит камин березовыми дровами, грубо говоря. В таких случаях этот анализ надо сделать, это недешево, но это помогает все-таки решить огромное количество проблем. Плюс это один из способов прогнозирования АСИД, аллерген специфической иммунотерапии. И начиная с 2015 года Европейская социальная аллергологов и иммунологов рекомендует перед проведением АСИД сдавать компонентную диагностику на тот аллерген, который потенциально может вызвать у человека аллергию. Допустим, у человека поленоз. И мы хотим вылечить это с помощью аллерген специфической иммунотерапии. Но если он попадает в те 8-10%, у которых аллергия на минорные аллергены, АСИД не даст никакого эффекта. Если на мажорные, АСИД поможет. Тем самым можно спрогнозировать, поможет АСИД, надо ли вообще его делать, и вообще есть ли там какая-то аллергия. Но опять же, это делается только тогда, когда есть показания. Самое главное, что я хотел бы донести, никогда не сдавайте анализы до назначения доктора. Никогда не просите сдать какой-то анализ до визита к врачу-специалисту. 99% что вы сдадите что-то не то, что-то лишнее. И это все ваши деньги, когда могли купить что-то полезное ребенку. Самое главное, что никогда не слушайте сотрудников лабораторий. Они не знают. Они вчера торговали картошкой, сегодня она на ресепшене. Они не знают, что именно вам надо сдать. Поверьте, экономически более выгодно сходить в врачу, получить от него раскладку на бланке, что именно нужно сдать и ничего туда не дописывать. Еще на апельсинчик сдам, подумаете вы, зачем? То есть, грубо говоря, доктор, в принципе, скорее всего, все это учел. Сомневаетесь? Подойдите к нему еще раз. Ну и напоследок, здесь нет анализов, калонидизбактериоз, каперологии, глистов и прочего, 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 стафилококк в кале, в молоке и прочего, что не имеет никакого отношения диагностики аллергии. Рекомендую всегда, когда вы приходите к доктору, спросить, зачем этот конкретный анализ. У нас сейчас, к сожалению, все это за деньги. Вы платите свои деньги, редкость страховки это покрывает. Пусть врач вам ответит, зачем конкретно этот анализ. И представьте себе такую дилемму. Есть проблема, вы сдаете анализ, он условно положительный и отрицательный. Если от результатов анализа ничего не меняется, зачем он вам нужен? Вы, в принципе, продолжаете делать то же самое. Большое спасибо, АПЛОДИСМЕНТЫ Когда сообщество Аллергомамы попросило сделать эту лекцию, эту встречу и пригласило сюда меня, я прикинул, какие вопросы могут интересовать родителей детей с аллергией и понял, что мне не остается места. То есть я не знаю, какую тему мне взять, чтобы не залезть на соседнюю. А действительно очень грамотно подобран состав спикеров. Это дерматолог, гастроэнтеролог и пульмонолог. Остальные системы поражаются меньше. Ну и, честно говоря, да, ну лор-врач. Ну о чем он? В контексте только аллергии это будет довольно мало. Поэтому они практически все перекрыли. Аллерголог, разумеется, перекрывает самые яркие и в целом координирует работу с ребенком с явной аллергией. О чем рассказывать педиатру? Поэтому я выбрал себе сегодня такую маленькую и одновременно широкую нишу. Я буду отвечать на самые частые вопросы. Мы с Дарьей их выбрали видимо отчасти задаваемые в сообществе, отчасти задаваемые на приеме педиатра. Я немножечко помпезно начну и скажу, что все-таки педиатр это главный врач. И начинать надо с педиатра. При всем уважении специалистов я понимаю, откуда это идет. Я понимаю, почему мамы идут сразу к гастроэнтерологу, потому что у них есть основные проблемы. В целом доверие к врачам, уровень врачей в России достаточно низок, а он продолжает падать. Его перекрывают шарлатаны, его перекрывают. Много здесь есть факторов, почему родители не доверяют просто педиатрам. Они считают их некими маршрутизаторами, некими такими больше техническим условным работникам. Вот если разобраться, то иди к специалисту, а не лучше. Не факт. Не факт по многим причинам. Специалист имеет искажающую ошибку, потому что он видит в основном пациентов со своей патологией и с этого ракурса. Это раз. Во-вторых, специалист ожидает, я думаю, что он так ожидает, я не узкий специалист, что когда до него дошли, то, видимо, педиатр исчерпался. Ну, это так должно быть. То есть, я так отправляю к Алексею, я так отправляю ко всем сидящим здесь, когда у меня не хватает опыта, когда это сложная дилемма, когда это что-то более. А начинать все равно хотелось бы. Откуда? Расставить акценты в голове. Очень часто сама аллергическая болезнь не настолько вредит ребенку, насколько вредит вся суета вокруг нее создаваемая. Ко мне очень часто приходят и до того, как я даю ребенку обвыкнуться, особенно, когда это дети такого возраста где-то с полутора до трех, это самый в этом плане такой, я даю им обвыкнуться в кабинете, освоиться, убедиться, что дядька не злой, что он тут шутит, улыбается и в общем они маленечко расслабляются, не сразу лезет к нему с холодным стетоскопом и за это время я беседую с мамой и мама описывает мне с чем она пришла. Она говорит у нас ужасный атопический дерматит, это точно аллергия, я четко вижу связь, жуть, и я такой, ну я, блин, я такой напрягся, да, сейчас нам придется и она раздевает ребенка, я говорю, а где? Ну то есть, ну где? они говорят, ну что, ну вот же, ну то есть, если в проходящем свете смотреть и вот так, вот так потрогаете тихонечко, оно же шершавое, ну простите, ну хочется прям, ну давайте я приведу нормально, ну ненормально, явного ребенка с атопическим дерматитом вы просто посмотрите, о чем речь, это же, и она, когда мне росли, почему я ожидал чего-то большого, она мне такого рассказала, она ходила с специалистом, она сдавала анализы, все плохо, она выгнула кошку из дома, и ради чего, ради вот этого, или, что еще хуже, она, она соблюдала диету, ребенок нажесточен, она сама просто истощена этой диетой, даже если диета помогает, даже если, она правда стоит вот этого всего, ну то есть, это же просто, это же просто сухая кожа, она даже не зудит у вас, и так далее, то есть, вот эта расстановка акцентов, чего правда стоит бояться, а чего не надо, в каком случае, очень частый вопрос, и очень много копий ломается, когда подключать стероиды, ну то есть, там вот в памятках написано очень общими словами, покраснение, зуд на коже, ну простите, ну то есть, в общем, можно взять абсолютно любого ребенка, найти покраснение, зуд на коже, это повод для стероида, для тяжелого стероида, или для легкого стероида, это вот этот сам общий тон, канву, введение, введение в медицину, в правильную расстановку акцентов, абучения, это работа педиатра, повседневного педиатра, и вот за это я ратую, за то, чтобы педиатр был такой друг семьи, ну такой, без понебратства, но все-таки, ну без какой-то звезданутости, что он там... без какого-то, какого-то барьера там и прочего. Если так будет выстроено, сначала педиатру, а нам правда надо к аллергологу, окей, тогда к аллергологу, а нам правда к гастронтерологу, а надо вот к вопросу, а надо ли сдавать что-то перед доктором, Если вы зададите этот вопрос педиатру, это будет органично, это будет более-менее, это, ну, меньше вероятность того, что вы сдадите анализ зря, аллерголог потом нахмурит брови и скажет, ну, зачем вы это, лишнее. Вообще, работая в двух городах, в двух клиниках, я имею возможность сравнивать, и я немножечко троллю и посмеиваюсь над москвичами, вы сдаёте невероятное количество анализов, я просто к такому не привык. Если в Иванове у девочки 14 лет болит голова, то они приходят ко мне и говорят, что у неё болит голова, то в Москве у девочки болит голова, они говорят, мы сдали 4 МРТ, сдали генетический анализ, кариотип, ага, значит, и я думаю, господи, за что, не надо было, и так далее. И ребёнок сидит напуганный, семья вся в стрессе, это, ещё раз, сама болезнь не приносит столько вреда, сколько антураж, суета вокруг неё. Значит, я возьму список, перечень основных вопросов, начну на них отвечать, задам такой небольшой темп, а потом можно будет, организаторы будут это немножко модерировать, чтобы это не превращалось в хаос, но можно будет задавать вопросы мне, можно будет задавать вопросы любому спикеру, и таким образом наша вот немножечко, ну, всегда говорящая голова, стоящая перед слайдами, это немножко скучновато. Это будет уже такой больше походить, я надеюсь на это, на дружеский вечер, на общение, и вы будете ставить акценты и вопросы, которые действительно интересны, а не которые мы сочли интересными для вас. Итак, значит, вот вопрос номер один, который у меня стоит, введение доктором ребёнка с атопическим дерматитом и аллергии, где грань между врачами разных специальностей. Я начал уже об этом, не надо вам, в общем-то, знать эту грань, ну, правда, это моя работа, я педиатр, я знаю, где эта грань. Начнём с того, что 80% детей с аллергией и с атопическим дерматитом, в частности, я буду и сам увести. Я назначу эмаленты, я научу, когда нужно подключать терапию противовоспалительную, когда противозудную, когда правда нужна диета. А дальше, если я не справлюсь, или у меня не хватит ресурса, или ещё по какой-то причине, я направлю к специалисту. Поэтому здесь эта грань, она условна, здесь немножечко я снобистски отношусь к специалистам, потому что они очень часто, у семи нянек дитя без глаза, вот это так называется. Каждый посмотрел своё, но в сумме у мамы полный разброд, у неё не сложилась картинка, и она просто делит среднеарифметическое. Это неправильно. Пусть координатором всех этих процессов будет педиатр. Почему сложно поставить диагноз по фото, эпоха телемедицины, да? Дерматиты, вирусные сыпи, вариативность, не каждая сыпь – это аллергия или дерматит. Вот такой вопрос. Ну, прежде всего, потому что сыпь надо щупать, и сыпь надо задавать вопросы. И когда мне пишут, мы не хотим отнимать много вашего времени, вот вам фото, просто поставьте диагноз и всё. Это не так работает, это не так. Либо я предполагаю перечень из 12 возможных вариантов в порядке убывания, и вас это не устроит, уверяю вас. Я пробовал, честно пробовал, не получается. Либо я задаю ещё 30 наводящих вопросов, и это просто заваливается там, ну и так далее. Это, ну, кожа – это то, что надо щупать. Иногда что-то, ну, совсем очевидно. Иногда вы классно описываете, но в целом телемедицина, конечно, очень ограниченная штука. И здесь она хорошо дополняет. Она хорошо дополняет полноценный контакт врача с семьёй. Я не против телемедицины. И я сам её провоцирую, когда идёт речь о сложном пациенте, когда я ненадёжный пациент, когда я знаю, что он может резко обостриться. Или вот вчерашний случай, да, у меня очередной ребёночек с подозрением на синдром Маршала, это внезапно возникающая лихорадка, там она у него случается три раза в год, и мне нужно поймать, а ко мне запись достаточно задолго. И я им даю карт-бланш, я им даю телефон, они мне звонят и говорят, что у нас началось. И я, если в этот день в городе, я их приглашаю, если нет, то я координирую, что делать им самим. Вот тогда нужна телемедицина. Это дополнение к основному, а не диагностика с нуля. Это, как правило, провальный вариант. Когда сыпью нужно обращаться к педиатру, а когда точно к дерматологу? Ну, это отсылка к первому вопросу. В идеале всегда к педиатру. Исключение, если вы уже были у дерматолога по той или иной причине, дерматолог, соответственно, дал вам критерии, красные флаги, когда вам надо прийти к дерматологу. Вот, потому что, опять же, как и я ловлю обострение маршала, Анастасия может ловить обострение своих заболеваний и лучше видеть их на том, на диете, на чем-то еще. Поэтому. Аллергические рениты у РВИ. Как их между собой отличить? Ну, визитной карточкой аллергического ренита является длительность и зуд в носу. Оба этих, оба, ну, у садиковских детей длительность это такая штука, они могут, да, из ОРВИ в ОРВИ перетекать, и это у меня часто приходят в феврале и говорят, что у нас, мы болеем 4 месяца. Ну, когда начинаешь раскручивать, когда начинаешь разбивать, ну, конечно, это не 4 месяца, это просто там 8 ОРВИ, и были даже больше недели перерывы абсолютного здоровья, но в голове у мамы все равно это сливается. Ну, и аллергический салют, классика, да, салют, международный такой жест, привет, салют, если у вас зудит нос, неудобно чесать носу, это неприлично, это такой немножечко моветон, а вот так, это даже забавно, да, вот, и вот этот жест, он международный, его делают все, его, ну, по крайней мере, европейские страны, да, Северная Америка, он такой, вот так чешут нос, аллергический салют называется. Этот жест, он, в общем, довольно надежен, ну, у детей он не специфичен, дети могут и слюнявить пальцем в носу, и для них это еще не очень, да, а вот начиная с подросткового возраста, это достаточно надежный, на самом деле, критерий, то, что мы называем подагномоничным, наверное, даже. Особенности ввода при корма, при аллергии. Пищевой дневник – это старое, доброе, надежное, проверенное, не такое крутое, как вот то, что Алексей выводил на слайдах, потому что блестящая пышная обертка очень часто привлекает родителей, говорят, вау, класс, вот, и ГДЖ, они еще разноцветненькие такие, класс. Ну, правда, ну, информативность этого анализа на два порядка, ниже, чем банального пищевого дневника, если вы будете просто. Не надо записывать каждый день, вы рехнетесь, это потом и читать, это устанете, не надо, записывайте тогда, когда резко стало хуже. Подозреваете связь с атопического дерматита с аллергией, и правда, меня матери периодически ставят на место, я тоже там немножко зарываюсь, говорю, да нет, вот точно здесь нет, да я даже проверять не хочу. Ну, а что мы могли бы сделать, если вы все-таки ошибаетесь? Ну, нанесите молоко на кожу, на предплечье, ну, просто нанесите капельку молока, разотрите чуть-чуть. Присылают вечером фотографию крапивницы. Блин, ошибся. Да, в такой ситуации, да. Но вот это же то же самое, это же провокация и наблюдение. Это старый, добрый, я не знаю, Вересаев, раньше, оттуда все идет, обычный опрос и обычный пищевой дневник. Эти вещи дадут вам 80% информации, а дальше уже анализы, если нужны. Поэтому возвращаемся к вопросу. Особенности ввода прикорма. Если мы подозреваем, что какой-то из прикормов будет провоцировать аллергию, то, наверное, логично вводить новый продукт раз в пять дней. Ну, такая, я не знаю, насколько это доказано, но это достаточно такая common practice, это общая рекомендация раз в пять дней, чтобы мы четко, может быть, даже раз в три дня в каких-то ситуациях. И записывать явные ухудшения. Стало хуже? Не факт, что это из-за того, что вы только что ввели. Могло просто совпасть. Не говоря уже, вот все сегодня крутится у меня вокруг атопического дерматита, но это правильно, правда, показательный диагноз. Отопический дерматит иногда действительно связан с аллергией, но это надо доказать. Мы по умолчанию, у нас такая презумпция ненужности диеты. Презумпция не... Это более правильная, на мой взгляд, позиция. Я читаю up-to-date, как все здесь читают up-to-date, да, и этим уже тут, в общем, не выделишься из нынешних спикеров. Так вот, в up-to-date мне очень бросилось в глаза, что они говорят педиатрам, не забывайте про то, что при атопическом дерматите может быть аллергия. Если вы долго не можете взять под контроль атопический дерматит, подумайте о диете. Ничего себе. То есть у нас, да, начинается с того, что что мама сожрала, это цитата. Да, ну что, ну давай рассказывай, что нажралась, да, там. Это, ну, то есть помимо того, что это непрофессионально, неэтично, это просто неправильно, это не соответствует современным представлениям о медицине. Вот. И конкретно о прикорме. Вводим раз в три, раз в пять дней. Стало хуже, убрали подозрительный. Опять же, что такое стало хуже? Вот это все надо проговаривать с педиатром. Я не знаю, проговаривают ли это специалисты, может быть и проговаривают, но мне кажется, у них не хватает времени на эти мелочи, а у педиатра должно хватать времени на эти мелочи. Что такое стало хуже? Щечки покраснели, отведение брокколи, это стало хуже? На самом деле, если оно день ото дня нарастает и явно ощущается ребенком, то есть явно снижает ему качество жизни, тогда да. Да. Если вы что-то начали новое, и у ребенка зарделись щечки, ну продолжите это дальше. Ну посмотрите, ну мы же не об окропивнице говорим, у него же не отек к винки на лице, ну мы ничем особо не рискуем. Мы дали следующий день, и если оно явно хуже, ну тогда, наверное, стоит убрать. Если оно, иногда мы просто продолжаем давать, и оно проходит. Я не знаю, это какая-то неспецифическая реакция на пищу. Мне не очень интересно, что это на самом деле, это такие, оно проходит и проходит. Я в целом, когда родители упираются так плотно в диагноз, стараюсь их снять с этого крючка, потому что это путает родителей, они не представляют себе, где кончается вот этот перечень диагнозов. Гораздо проще и понятнее, и логичнее делить все болезни на опасные и не опасные, которые могут дать этот симптом. И давать красные флаги опасной. И это сразу структурирует общение, сразу понятно, в общем, более-менее становится, разбивается. Особенности вакцинации при аллергии и атопическом дерматите. Да нет их практически никаких. Мы не вакцинируем на пике аллергии. Все, что надо знать о вакцинации при атопическом дерматите, при аллергических болезнях, бронхиальная астма, то, что не надо делать ее в пике. И все больше. Понимаете, это просто неэтично проводить исследования на детях в пике болезни. Поэтому мы не знаем этого. Мы не можем набрать группу детей с бронхиальной астмой, которые в ремиссии, и группу детей с бронхиальной астмой в обострении, дать им всем вакцину и посмотреть, какая из них больше обостряется. Это просто неэтично. Никто такое не разрешит. Тогда как мы узнаем вообще, что это безопасно? Постепенно накапливаются кейс-репорты, единичные случаи. Это копит ретроспективные исследования после того, в том числе анализ медицинской карты в тех странах, где нормально ведут медицинские карты, в том числе есть электронная информатизация. То есть ученый не должен копошиться в регистратуре, в бесконечных карточках бумажных. Он просто берет базовую и сидит в кабинете, подключается к ней и обрабатывает ее. Так вот, информация, опыт стал копиться, и все меньше антипрививочники нападают на нас за это частенько. Почему раньше противопоказаний прививкам было много, а теперь их становится настолько мало? Да потому что мы лучше знаем это. У нас есть постмаркетинговые исследования, мы можем отслеживать это. И мы знаем, что атопический дерматит, скорее всего, не обострится на несколько дней после введения прививки, как любой стресс, наверное. Но достаточно ли это цена для того, чтобы откладывать эту прививку? Если ребенок заболеет коклюшем, он же явно больше, как стресс, сам по себе обострит это. И так далее. Астма, то же самое. Ветрянка и атопический дерматит, это просто кошмар. Когда тяжело течет. У меня был ребенок, он на ожоговую кровать попал в реанимацию, потому что он прилипал за ночь к пеленке намертво, его отмачивать приходилось, когда он спал. И так далее. Вот что такое. Тут надо правильно расставлять акценты, что для нас важнее. И важнее, как правило, защитить прививкой. То есть, опять же, такая презумпция того, что, скорее всего, не будет больших особенностей при вакцинации. Мы будем их вакцинировать. Более того, это нам даже более важно. Это, скорее, дополнительные показания. Но вот такая, представьте себе, чашу пользу риск. Есть ребенок обострений. Два момента. Тот, что мы все сейчас представляем, не обострило бы это течение самой болезни и поствакцинальное осложнение. И еще один момент, который мало учитывают, но его важно учитывать, это психологическое состояние. Ну, чисто вот коммуникация. Если я скажу, что надо это сделать, а ребенок обострится, семья может просто уйти от меня. И я сейчас нисколько не финансовой составляющей. Я просто подорву доверие вообще к институту педиатров, например. И они потом только по гастроэнтерологам или только по кожным врачам будут ходить. Не доверяю педиатрам. Поэтому здесь педагогический момент. Это, кстати, указывается и в англоязычных статьях регулярно, что, мол, если вы видите, что это может усугубить, уменьшить доверие к вам, ну, наверное, это имеет возможность несколько отложить. Кстати, очень интересно опять про топический дерматит, разница между американцами и британцами. Британцы считают, что, гадлайн последний британский считает, что обострение топического дерматита это противопоказание, временное противопоказание к прививкам. А американцы говорят, что вот если вот это место, куда вы собрались вводить прививку, у вас мокнет, тогда не вводите. Ну, вы занесете инфекцию. Ну, то есть это вот просто... Я представляю, какое лицо делают антипрививичники, когда читают это. Это просто триггер такой дикий для них, я полагаю. Но объективно мне очень близка эта позиция, правда. Потому что сравнивая то, что происходит с детьми, с имеющими атопический дерматит или аллергии, и получившими управляемую инфекцию, которую я мог предотвратить, это очень болезненное ощущение для педиатра. Общие гипоаллергенные диеты мамам и детям. Уже много было про них сказано, не буду останавливаться. Еще раз. Презумпция ненужности диеты. Кормящая мама не должна ничего себе ограничивать, кроме алкоголя, там с определенными оговорками, да, разумеется, не только наркотиков, любое химическое вещество, которое может навредить через молоко. Пряности специи, меняющие вкус молока, и не больше пяти чашек кофе в день, моя любимая рекомендация. Это рекомендация Американской темпедиатрии, не больше пяти чашек в день. Класс. И шесть стаканов кока-колы, это наш местный кофеман. А? Я был тут же, я был здесь. Не надо. А вот, потому что я настолько, это настолько набило оскомину, приходит мама, особенно первый ребенок. Вот эти все, мы сейчас много стали говорить о послеродовой депрессии, слава богу, что мы о них стали говорить, мы вынесли их из подполья, их немного стало, как сейчас частенько стали говорить, что, мол, типа, теперь стали, ну, это модно. Да не модно это. Но даже если модно какая-то процента, это не важно. Важно то, что мы тех людей, которые до этого заметали мусор под ковер, и говорили, и думали, что они плохая мать, и прочее, мы их теперь, сняли с них этот груз. Я очень часто занимаюсь тем, что просто снимаю груз ответственности, и груз плохой матери, вот неответственности даже. И это уже облегчает. То есть работа педиатра, структурировать, да, структурировать представление о болезни раз, убрать лишнее два, ну, и подраздел 2А, это вот убрать чувство вины, которое, как правило, ну, абсолютно необъективно. и просто разрешить. Иногда мамам просто надо, чтобы кто-то разрешил. Это немножко по-детски, но правда, это же никто. Я некоторые темы, скользкие темы, отклонюсь немножко, просто провоцирую, потому что я знаю, что это может быть им интересно, наверное, может быть интересно, я такой пробный шар закидываю, а нет, не ответилось. Ну и ладно, иду дальше. И такие темы, типа, а иногда можно и алкоголь, ну, типа шутки. И это просто прорывает. Я боялась спросить, а можно вот бокал красного, ну, в пятницу, я просто так страдаю без этого. Я замученный. Я всегда говорю, у нас есть до 3, у взрослых людей есть 3 главных удовольствия, наверное, от жизни, это сон, еда и секс. Ну, правда. И после родов сон, секс. И если мы еще и еду отбираем, понимаете, ну, мы просто толкаем маму к окну. Это, это, ну, это очень нехорошо. Если мы не можем помочь, то как минимум не надо доставлять, добавлять семье проблем. Вот эта агрессивная тактика общения педиатров, которая все больше укореняется, обвинительный тон с самого входа, что нажралась, что не так сделала, она настолько пагубна. Я понимаю, откуда это идет. Из-за мызганности врачей, из-за постоянной юридической ответственности, из-за желания защититься от агрессивного пациента, и особенно, когда ты за 7 минут просто не понял, агрессивный ли он, лучше всех считать агрессивными, потенциально опасными, да? Как в наших руководствах пишется, при контакте с любым пациентом действуйте, как будто он заражен ВИЧ-инфекцией, чтобы было, ну в смысле, имейте это в виду, чтобы не надо выделять как-то их особо и прочее. Просто это общая техника безопасности, это нормально. Так же и здесь. Они вроде как-то педиатры отгораживаются. Это настолько вредит, что даже не описать. Педиатр должен завоевывать доверие в самом хорошем смысле этого слова. Мифы про атопический дерматит, аллергию, и прочие виды сыпи. Почему в следствии не равно из-за? Не буду очень много на этом останавливаться, потому что многие спикеры здесь уже об этом говорили. Я приведу один пример. У меня есть семья, которая пришла ко мне впервые в пять месяцев с тяжелой эпилепсией. Это просто пример специально не про аллергию, для того, чтобы просто понимать, как могут развиваться причины следственной связи. Тяжелая эпилепсия у ребенка, она нарастает, бесконечно поднимают дозу антиконвульсантов, какое-то время держатся, потом снова хуже. И я собираю анамнез, семья тяжелая в смысле общения. Это часто бывает с хроническими больными, недоверие, перепроверки. ежики они такие стоят с ними. И среди прочего я должен спросить, что с прививками. Ребенку пять месяцев это нормальный вопрос. Это входит просто в... Не потому, что я бутрий и повернут на прививках, как пишут на прививочных форумах, а просто потому, что я педиатр. И я задаю этот вопрос, и они у меня совершенно спокойным, таким безразличным голосом, как будто я спросил их про что-то совершенно отвлеченное, говорят о том, что нам в роддоме не сделали, потому что был небольшой медотводик, а в месяц мы собирались как раз начать, и за сутки до прививки у нас случился первый приступ. И я говорю, вы понимаете, что вы так спокойно мне это говорите, потому что он случился за сутки до, а не через сутки. Понимаете? Если бы это случилось через сутки, вы бы сейчас при одном упоминании слова «при» просто впились бы мне в горло, понимаете, и сказали бы, даже не начинай бутрий. Даже не начинай. Вот мы к тебе пришли там по тому-то и по другому, но иначе мы подеремся. У меня такие есть родители, они ходят ко мне, кроме прививок, не начинай вообще про прививки с ними, они взорвутся. Вот. Вот она причина следственной связи. Родителю сложно понять, было это виноват или нет. А если ему до этого проехались по мозгам много-много-много-много-много-много раз на антипрививочных форумах, на форумах матерей, что педиатры заинтересованы скрывать прививки, они заинтересованы финансово, а то, и боже упаси, там откаты получают от фармкомпании. Я все жду, где эти откаты. Черт. Получить бы, что ли? Ну, раз уж все говорят. Вот. То вот эта предвзятость подтверждения, она эти вопросы уже... Почему вы спрашиваете? Да? Вот она... Это уже чувствуется прямо в тоне. И потому, как спокойно они ответили, мне прямо это резануло, я ожидал какой-то агрессии на эту тему, а ее не было. Потому что ни при чем. И очень часто нет связи, что атопический дерматизм, он просто стартовал в 4 месяца, не потому, что вы второй пентоксин ввели. Да? И прочие болезни. Но... Вот это главная причинно-следственная связь. Каждую, которая вам кажется причиной следственной, в идеале лучше его перепроверить. С прививками тут сложнее, а вот с диетой, например, довольно нетрудно. Функциональные ЖКТ-явления, почему они не аллергия, запоры, детские срыгивания, когда это повод сходить к неврологу. Обожаю направление к неврологу со срыгиваниями. Как распознать? Опять же, давайте как главный лейтмотив считать... Вот я часто повторяю эту фразу, что если мы слышим за окном стук копыт, то это скорее лошадь, чем зебра. Если мы видим ребенка с запорами, то это скорее просто запоры, нежели аллергии на белок коровего молока. Нежели хирургическая проблема. Нежели еще что-то. Но вот устойчивые к лечению... То есть я всех детей одинаково стартую. Со слабительных, с нормализацией диеты, если она не в норме, с увеличением количества жидкости, если это возможно. Это отдельная тема для разговора. И так далее. Я это пытаюсь лечить как обычный запор. И вот когда он не поддается, причем при правильном лечении, родители иногда просто там увидели, что в дюфалаке 10 мл в верхний предел и не поверили, что доктор сказал увеличивать прям пока мягкий не будет. Даже больше, даже до 50, если надо или там... Нет, забоялись. Инструкция же. Нельзя. Вдруг доктор просто не прочел инструкцию. Ну, бывает. Вот. И так далее. Здесь сначала предполагаем более вероятные, а потом идем на редкости. В том числе там невролог. Педиатр, главный врач ребенка. Об этом я уже много сказал. Меня не надо об этом спрашивать. Я об этом люблю говорить. Принятие диагноза – это вот последний мой сегодняшний вопрос. Меня сегодня покритиковали уже в Фейсбуке за то, что я Кюблер-Росс вот эту классификацию известную выдал как что-то доказанное, а она, оказывается, я, кстати, не знал просто, не знал, что она подверглась довольно жесткой критике. И вот эти пять стадий принятия диагноза, может, да, помните, все, наверное, их. Это отрицание, гнев, торговля, депрессия и принятие. Оказывается, они не идут не в той последовательности, часто перемешиваются, не все стадии есть, и в целом это обесценивает всю суть классификации. Но она мне чисто психологически, чисто как-то вот по-человечески очень нравится. Это правда объясняет частенько пациентам, что в них происходит. И когда я им говорю про то, что это какой-то вот сегодня просто хрестоматийный, например, на приеме, я только ночью, там, вечером опубликовал про отрицание Аспергера, как утром ко мне приходит мама с отрицанием астмы, железобетонная астма, просто. Ну то есть папа-мама с астмой, там, полинозы, атопический дерматит с самого детства до трех лет, жесточайший, потом кое-как начал отпускать. Непереносимость целого ряда продуктов, явная ситуация, на березу стоит им не успеть свалить из страны на недельку, все это кошмар, они там попадают в больницу на кислород. Настолько просто махрово, нет и все, а может быть это коклюш, я не прививал от коклюша. И с таким тоном, как будто с такой надеждой в голосе, может быть коклюш все-таки, да вы смеетесь что ли? И так далее. Почему? Гормонофобия. Да, гормонофобия, просто люди боятся использования гормонов, это идет, я так думаю, что это идет из советского времени, когда гормоны принимались в таблетках, попадали в кровь, и побочные эффекты были видны на всех органах. Нынешние гормоны, которые наносятся строго на то место, где нужны, вдыхаются, или на кожу, или с кишечником сложнее, все равно внутрь. Сейчас гораздо меньше побочных эффектов, мы лучше это все управляем, это дело. Я не знаю, смог ли я донести, Василий будет дальше с ней работать, я ему сочувствую, правда сочувствую. Тяжелое в общении. Вот это отрицание, оно мешает не только нам, мы же сотрудники, но по-хорошему. Если все правильно, отлажено, я вас не обвиняю в том, что вы неправильно, и врете, и не даете лекарства, и не соблюдаете мою диету, а вы меня не обвиняете в том, что я не договариваю, и не знаю материал, и вообще плаваю в теме. Мы доверяем друг другу. В идеале, было бы здорово, если бы этого не было, но все мы люди, мы сделаны не только из мяса и костей, мы обросли своими предрассудками, никуда от них не деться, мы врачи в том числе, и, конечно, первое время это встречает определенную. Я не знаю, как с этим бороться. Увеличивать доверие между пациентом и врачом, искать своего врача, это настолько заезженная фраза. В вашей Москве еще это имеет смысл, а когда я эту фразу произношу для людей, которые приехали ко мне из Ивановской области, они горько ухмыляются в лучшем случае. У нас две бабушки, которых упросили еще 20 лет после пенсии поработать, потому что просто некому. И из чего нам выбирать. Тем не менее, просвещение, и в том числе, чем мы сегодня здесь занимаемся, пожалуй, это единственный способ. У меня есть какая-то идея фикс, что пациенты создадут рано или поздно необходимость в качественной медицине, в доказательной, пусть этот термин тоже заездили, в медицине, что вы будете формировать этот запрос. Вы будете читать блогеров, пусть даже, смотреть лекции, тянуться за хорошей медициной, читать англоязычные сайты для пациентов и задавать эти вопросы врачам, и врачам будут вынуждены это просто потому, что любой врач, кстати, это правда, любой врач хочет нравиться своим пациентам, хочет быть хорошим врачом. Другое дело, сколько он сил и времени на это готов потратить, но это отдельная болезненная тема. Вот немножко сумбурное мое выступление, я, наверное, затянул по таймингу, наверняка. Я не вижу модераторов. Теперь, наверное, переходим к вопросам. Я как узкий специалист присоединяюсь к словам Сергея, потому что, как я обычно объясняю пациентам, на самом деле мы специалисты видим частицы, вот если пазл представить, мы видим каждый свой квадратик. Задача хорошего врача общей практики или хорошего педиатра, эти квадратики все собрать в одну картинку. И как раз ваша задача найти себе того педиатра, который вам подойдет, вам понравится, которому вы будете доверять, и который как раз этот пазл соберет. Есть, опять же, то, что я вижу часто, есть пациенты, которые привязываются к узким специалистам и ходят к ним постоянно, при этом педиатры у них могут быть абсолютно разные, то есть сегодня один, завтра другой. Я, честно говоря, считаю, что это порочно для вас же в первую очередь, потому что когда вы приходите из-за соплей к тому, кому пришлось прийти, то в итоге вас не будет знать ни один из врачей, у которых вы были. Ну, то есть, как бы, если вы сегодня пришли к одному педиатру с соплями, завтра пришли к другому педиатру с обострением атопии, к третьему на вакцинации, в итоге, ну, правда, это не для вас, поэтому, например, в клинике, где я работаю, когда меня спрашивают, посоветуйте педиатра какого-то, вот честно отправляю на сайт, говорю, что, слушайте, у нас они все на одном уровне, они все очень грамотные, просто посмотрите, кто вам интуитивно симпатичнее, кто вам ближе, то есть, одной маме нужен мужчина типа Сережи, другой маме нужен брутальный Алексей, третьей маме ну, прости, да, ну, ну, заходит такой с Микки Маусом и татухами, вот, ну, действительно, вот, ну, что, и там кому-то нужна подружка, которая, которая обнимет, скажет, слушай, блин, у меня вот то же самое было, те же колики, они меня достали, бабушки, достали, все сволочи, вот, то есть, и для этого вам надо просто понять для себя, кто вам больше подходит, то есть, любые врачи и специалисты, кстати, тоже, мы как маникюрши, как парикмахеры, одному подойдет один человек, другому подойдет другой человек, при этом, ну, доктор, да, при этом это абсолютно не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше, просто вот зашло, не зашло, то есть, и вот в первую очередь найдите своего педиатра, это, вот, я повторюсь, это правда важно, например, для меня был критерий, ко мне, там, у меня родился старший ребенок, пришел педиатр, говорит, какого цвета какашки, о, до свидания, все, пожалуйста, больше не надо ко мне приходить домой, вот, то есть, для кого-то, там, для кого-то, может быть, критичным момент, что, что вот, там, пришел педиатр, сказал, да, бабушка сказала, все правильно, а ты дура, все, до свидания, то есть, поэтому, иногда мы не следим за словами, и тут, тут мы действительно, бывает, да, мы очень стараемся, вот, но вот Сергей тоже хочет, что-то. Я хотел добавить, что когда есть некие рекомендации по подбору эмалентов, да, когда вы подбираете увлажняющие кремы для кожи, то один из критериев, приятно ли вам его наносить, понимаете, и это прописано, правда, Анастасия не даст соврать, это прописано в руководствах, если вам неприятно наносить крем, как бы он офигенно не увлажнял, вы просто реже будете это делать, он противный, он липкий, он потом одежду пачкает и так далее, как бы он обалденно не помогал, я могу балдеть от этого крема, он правда нам почти всем подходит, а вот вы не будете его наносить, и все, и другой крем, который хуже увлажняет, но вы регулярно его наносите, он не вызывает отращения, будет вот так же, наверное, с педиатрами, такую аналогию хотелось вернуть. Да, вот, я согласна. Все, да? Спасибо большое, у нас закончились выступления спикеров, сейчас будут вопросы, вопросов давайте начнем с пяти, почему, потому что у нас уже заканчивает работа детская зона, близится поздний вечер, у нас вот тут один вопрос уже рядом со мной, потом я начну передавать микрофон в зал, хорошо? Да, спасибо, меня зовут Юлия Прищеба, модератор нашего пациентского сообщества, у меня вот вопрос, не знаю даже кому, Сергей, к вам, как педиатру, я не верю, я не верю, да, вы передвисуете, да, ну мы у вас, кстати, были с нашим пациентом маленьким, но это отличение, нет, кстати, зашло, вопрос, вот, действительно, такой вопрос встречается, вот мы с Алексеем уже это обсудили, вот есть, например, семья, мама, папа, ребенок, да, папа, допустим, заболел живот, он пошел к гастроэнтерологу, гастроэнтеролог сказал, окей, давайте сдадим, узнаем, есть ли хелик, хеликобактерная инфекция, узнали, что она есть, да, и вроде как надо лечить папу, потому что папа боится там онкологии, рака, у него болит живот, ТТП, папа продвинут, и читает Алексея, да, в общем, все сводится к тому, что, а детский врач говорит, что нет, нельзя лечить хеликобактер, ну, ребенку. Да, и получается такая ситуация, что вроде как ребенку мы не диагностировали, ну, может быть, я что-то неправильно понимаю, но смысл такой, что нужно, да, короче, нужно лечить папу от хеликобактерной инфекции, ребенка мы, соответственно, лечить вроде как не можем, что делать в этой ситуации? Нужно ли лечить папу, поскольку, если мы его пролечим, папа будет пользоваться той же посудой, что и вся семья, и он будет целовать ребенка, и, возможно, эта инфекция вернется, и вообще что делать? Потом папа пролечится, у него она опять вернется, и, как бы, можно так папу пичкать антибиотиками, и, в общем, резистентность к очень много вариантов. Надо перед свадьбой проверять на всякий случай дыхательные тесты, знаете, с кем попало, детей не заводить. За нас, во-первых, на этот счет подумало специальное мимостеринское соглашение, что мы без симптомных родственников человека, который заработал проблему, вызванную хеликобактерией, мы не проверяем, потому что с хеликобактерией все загадочно, она с нами сосуществует, аж с эпохи палеолита, по-моему, раннего. Если бы она была, как бы, всем вредила всегда, мы бы вымерли уже давно, и здесь бегали бы неандертальцы какие-нибудь. Поэтому на сегодняшний момент определены ситуации, когда ее выгодно убить, и поэтому на нее проверять, но не определены сценарии действий, когда ее нашли случайно. И на деле мы знаем, что при железодефицитной анемии, при язвенной болезни, при более-менее постоянных симптомах, при других каких-то провокаторах проблем с желудком ее выгодно найти и уничтожить, но не очень понятно, а что безопаснее делать у тех, у кого проблем особенных нет. И поскольку, во-первых, у детей до определенного возраста сами тесты достаточно вариабельны, и, насколько я помню, до 12 или 14 лет нам Астрик предлагает не тестировать на хеликобактерию, а во-вторых, мы не будем просто так кормить ребенка антибиотиками, то если папа, так сказать, дожил до язвы, и у него нашли хеликобактерию, он получает 2-х недельных курс антибиотиков, ребенку можно пожелать удачи. И жить дальше, и развиваться так, чтобы папа больше не добивался до язвенной болезни. Отлично. Отлично. Вот как ни странно, шансы на повторное заражение хеликобактерии колеблются от 10 до 15% за жизнь. Почему? Вот Бог весть. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие есть четкие критерии просто крема и эмальента? Чем они различаются? Спасибо. Смотрите, на самом деле я для себя разделила на 2 части. 3 части. Первый – это крем с цинком, который вы используете под подгузник, и который на самом деле на легких этапах, когда вы видите легкое покраснение, он может убрать воспаление. То есть любой крем под подгузник. По поводу эмальента это модное красивое слово, на самом деле это увлажняющий крем. То есть это либо молочко, либо крем, что вам комфортнее наносить. Плюс есть защитные крема, которые создают барьерную пленку. Это крема обычно, которые используются от холода, но опять же на наиболее сухие участки они хорошо работают. То есть эмальент, в кавычках то, что там увлажняющее молочко, увлажняющий крем наносится на все тело. Защитный крем желательно наносить просто на те сухие, наиболее сухие участки. Вот вы гладите ребенка, наждачную бумагу наткнулись, вот эти места просто почаще мазать. Добрый вечер, спасибо за ваше выступление. Два очень коротеньких вопроса, на них можно даже ответить коротко. Первый про аллергию. Семь лет мальчик задыхается при контакте с собаками или кошками или при контакте с тем, с чем контактировали собаки или кошки. Вы просто говорили про то, что есть такая практика сейчас проводить беременность на ферме. То есть, грубо говоря, как-то таким образом… Да, 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 7 лет назад. То есть все. То есть мы говорим про то, что ребенок уже никогда не сможет контактировать с животными. Я правильно понимаю? То есть это вот навсегда. Действительно, это общепедиатрический на самом деле вопрос. В целом, меня пусть, может быть, Алексей Бессмертный поправит. Если уже сенсибилизация развилась, то лучше собаку уже в прямом, в переносном смысле не дразнить. Может быть, поправят. Может быть, я не прав. Но на фоне базисной терапии… Допустим, представим, что это не собака. Представим, что это береза. От березы мы не скроемся. Она летает по всей европейской стороне России. И азиатской тоже. Допустим, есть аллерген, от которого нельзя скрыться. Прием регулярных препаратов базисной терапии, стероиды в нос, ингаляционные стероиды, может быть, плюс сингуляр, позволяет человеку контактировать с аллергеном, и ничего не происходит. Но тут надо взвешивать за и против. И вот вопрос, может быть, тогда уже от меня к Алексею. Вот если уж сенсибилизация к кошке есть, надо ли, собственно, эту кошку дергать за хвост, или лучше уже… Боя не будет. На самом деле есть такое понятие, что лучше не есть аллерген и не пить никакие таблетки, чем есть аллерген и пить таблетку от аллергии. То же самое касается кошек и собак. Для здоровья вашего ребенка лучше не испытывать судьбу и не заводить собаку, если у вас есть аллергия, или, как вы там говорите, он задыхается, потому что эта астма может и усугубиться. Грубо говоря, сенсибилизация может нарасти, теоретически, либо просто астма станет более выраженной, или, значит, перекрестная аллергия. Поэтому лучше нет, так нет. Если вы настолько любите животное, что готовы дать базисную терапию в виде инкаляции, монталукаста, еще каких-то препаратов ради животного, наверное, даже самого любимого, это не совсем верно, поскольку ребенок дороже. Есть маленькая лазейка для пациентов, я ее очень не люблю, потому что люди не готовы оценивать полностью. Есть такое понятие, как естественный асид, естественная аллергенотерапия. Теоретически, при нетяжелых, очень много но, теоретически, при нетяжелых вариантах аллергии, можно чуть-чуть, постепенно, понемногу контактировать с животным, которое живет не в той комнате, где живет человек, ребенок, условно соседний, и, возможно, может быть, с небольшим процентом случаев, он потихонечку к нему привыкнет. Но очень много но. Поэтому это лазейка для пациентов, но она не любима аллергологами, потому что на другой чаше весов усугубление основного заболевания, бронхиальной астмы. Поэтому не дергайте кошечку за усы. Спасибо. И вот второй короткий вопрос про бронхиальную астму. У меня 20 лет назад был приступ очень серьезный с реанимацией, и я какое-то время принимал вот эти вот ингаляторы все, и потом я думал, что я справлюсь, я сделаю над собой усилия, и откажусь от них. Я снижал, 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 а потом отказался, я 15 лет их не использую совсем, практически никогда. А сегодня я услышал, что самая большая трагедия, это то, что 40% людей с реалой текущей астмой не пользуются ничем, хотя надо. Так в итоге что? Надо или не надо? Знаете, вот давайте так. Исследования говорят следующее. У пациентов с легкой астмой, что такое легкая астма? Это та астма, которая не каждый день требует терапии. Есть 50% риск получить тяжелое обострение с госпитализацией в течение года. Вам, ну вот судя по всему, вы из той категории пациентов, в котором везло и вы не попадали собственно с этим обострением. Есть определенные критерии контроля астмы для взрослых, я показывал для детей, для взрослых туда включена еще сперметрия и несколько еще дополнительных тестов. И если вы все эти критерии выполняете, то в целом вы можете обойтись без байсной терапии. Но если что-то из критериев неконтролируемой астмы все-таки есть, допустим, у вас нету симптомов, но есть обструкция легкой степени, вам нужна бронхи терапия и, возможно, может быть, если вы никогда вот всю жизнь не будете лечиться, в 60-70 лет у вас будет небольшая необратимая обструкция. Это когда бронхи будут сужены и не раскроются. Поэтому надо или не надо, скорее надо. Добрый вечер. У меня вопрос к Алексеям, видимо, двоим. Я, может быть, неправильно интерпретировала, хотела уточнить. Правильно ли я поняла, что все-таки с точки зрения иммунитета кишечника является основным органом? И если так, то можно ли говорить о том, что поленоз является накопительным, если он не проявлялся, условно говоря, до 30 лет? И можно ли тогда говорить о использовании пробиотиков? Давайте я, наверное, начну. Понимаете, накопительная аллергия, об этом сегодня много говорили. Аллергия истинная или есть, или нет. Или к белку образовался именно глобулин Е, который вызывает дегонуляцию тучных клеток при контакте с ним, или нет. Поэтому никакого накопления нет. У нас нет какого-то внутри зоба, мешка, где-то что-то копится, а потом внезапно высвобождается в кровь. На деле просто сама эффективность существующих пробиотиков и существующих антибиотиков и существующих диет при лечении аллергических заболеваний, она пренебрежимо маленькая. Очень слабое лекарство. Я могу допустить, что со временем какие-то, знаете, Human Microbiome Projects закончатся и будет разработана какая-то суперидеальная диета, которая как-то так поднастраивает иммунитет, который действительно в кишке иммунных клеток огромное количество. Это иммунный орган, по сути. Что это будет использоваться в аллергологии. Но на сегодняшний момент это просто опережение научного прогресса. Но насчет накопления полиноза, это я вопрос, честно говоря, переадресовываю господину друзю. По поводу накопления. Откуда берется идея, что аллерген накапливается? У нас накопилось и случилась аллергия на пыльцу березы. Нет, ничего не копится. Механизм другой. У нас есть генетика, либо какие-то факторы, которые спровоцировали реакцию и появление этого иммуноглобулина Е от конкретного какого-то аллергена. Там очень сложный механизм. Это такое понятие, как реаранжировка генов. И у нас постоянно миллионы и миллионы новых лимфоцитов образуются в организме. Какие-то из них нам подходят. И они вырабатывают белки иммуноглобулины А, М, Г и Е. Если так совпало, что эти гены реаранжировались и случайно в организме, оказались иммуноглобулины Е, которые каким-то ужасным образом подходят к какому-то пищевому аллергену. Мы имеем аллергическое заболевание, условно, к молоку. И, грубо говоря, в дальнейшем приоритеты аллергии меняются. Пищевая аллергия может угасать к некоторым пищевым продуктам, но приоритеты меняются и начинаются симптомы аллергологические на ингаляционные аллергены. Там сложный механизм, связанный с этапией, что эти аллергены проникают сквозь кожу, вызывают сенсибилизацию. Итог. Ничего не накопилось. За счет долгого контакта с аллергеном человек генетически к этому предосположен. Сначала имел пищевую аллергию, а потом, допустим, при аллергии на молоку стал реагировать на лошадь или на кошку. Такое бывает. Либо стал реагировать на наш самый массовый сезонный аллерген к пыльцу березы. Скорее всего, это было генетически заложено. В каком возрасте это стартанет, никому неизвестно. Да, чаще всего это детский возраст. Но аллергия не знает ни возраста, ни пола, ни социального статуса, ни расповедания. Она может начаться в 30 лет, поленоз может стартануть в 60 лет. Самый старый пациент у меня, который был с поленозом, с дебютом поленоза, 96 лет. Она еще попросила себе сделать осид, потому что говорит, я говорю, 3 года надо делать, а она говорит, и что? Как бы я не вижу собственной проблемы. Три года всего-то каких-то, и я здоровый. Но как бы считается, под 60 лет он не так эффективен. Но дебют аллергического заболевания респираторного может случиться практически в любом возрасте. Ничего не накопилось. Ваша иммунная система обучалась, 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 и плохо научилась контактировать с конкретным аллергеном. У нас, правда, нет зоба, где копятся аллергены. Я хотела чуть-чуть поправить Лешу, потому что он сказал, что эта аллергия не знает социального положения. Хотя на самом деле известно, что аллергия, атопия – это болезни мегаполисов, что вероятность заболевания заболевания ребёнком, атопическим драматитом у мамы, которая живёт в деревне, в разы ниже, чем у жителей больших городов. Мы не знаем, почему это. Есть просто такая достоверная статистика. Возможно, опять же, экология, воздух, не знаю, машины, еда. Наплевать. Если это вас мотивирует для того, чтобы переехать в деревню, то можно переехать в деревню, можно не переезжать, потому что всё-таки мы оцениваем всегда, когда лечим ребёнка, мы оцениваем не только идеальные, создаём не только идеальные условия, но и приемлемые для родителей. Спасибо большое. И последний вопрос. Я хотел бы начать свой вопрос. Он на самом деле короткий, но мне несказанно повезло. Я счастлив, что я здесь. Почему? Потому что я врач-педиатр молодой. Я год назад закончил мединститут. И я хочу вам сказать огромное спасибо за ваш труд. Это потрясающе тянуться за вами, причём идти вместе с вами. Это большое счастье, что есть возможность взглянуть. И у моих пациентов появляется возможность. Я бы хотел ещё потом лично всем руку пожать, если можно, сфотографироваться. Это гордость. Я горжусь вами. Спасибо. Вопрос такой. Я недавно читал исследование по поводу фолиевой кислоты, которую женщины применяют во время беременности. Действительно ли, как ваше мнение, она вызывает бронхиальную астму у детей потомок? Ну вот, по-моему, Сергей, я у вас в блоге или в фейсбуке читал, или на UpToDate. Ну вот... Да, во время... Да, было ассоциировано с бронхиальной астмой, что женщина, которая принимала у детей, чаще возникает бронхиальная астма. Да, ее принимают все, но вот, может быть, с этим связан рост бронхиальной астмы? По-моему, на UpToDate я... Я пытаюсь там включить Винскрайп, чтобы обойти и посмотреть бесплатно UpToDate, да, нервежский, но что-то интернет не очень позволяет. Могу сказать точно, что из того, что я знаю сейчас, нет, но лучше я уточню и напишу об этом. Квально. Я думаю, прочитаю. О методологии проведения исследования. То есть, скорее всего, естественно, это были не какие-то сравнительные рандомизированные исследования, это был ретроспективный анализ уже развившейся астмы у детей, и мам опрашивали на факторы, и среди опрашиваемых факторов оказалось, что статистически достоверно, там, может быть, спрашиваю, сколько в миллиграммах вы принимали фолиевой кислоты, или, может быть, даже они анализировали карты, которые автоматически были забиты в систему. Вот. Это самая слабая степень доказательности после вот кейс-стадис чуть-чуть вот более сильная. В целом, ну, мы вот этот факт увидели, но мы должны просто об этом задуматься и придумать какое-то следующее исследование. Вот и все. Пока, я думаю, связи здесь нет еще. И даже если она связь, вот как с диетой при атопическом дерматите, оно стоит того, мы принимаем фолиевую кислоту не просто так. Мы принимаем ее для того, чтобы профилактировать врожденные пороки развития, спина бифида. Давайте прикинем, мы построим к разговору о следующем исследовании. Построим математическую модель, что мы отменяем, ради профилактики бронхиальной астмы, теперь отменяем фолиевую, сколько мы получим детей с спинномозговой грыжей, ну, как один из таких типовых индикаторов. Все эти скандальные исследования сами по себе, они взрывают мозг, они выбиваются из контекста, они возникают вопросы, но их надо смотреть, когда накопятся данные. Ну, вопрос там был, по-моему, просто о дозировке. То есть, если женщина... Это тонко. Вряд ли это можно построить на одном исследовании, вообще какой-то внятный ответ на это. Я стараюсь эти сенсационные вещи смотреть только в контексте. Я, как педиатр педиатру, я скажу, что мне это интересно, это исследование, мне станет интересно, когда оно попадет в гадлайны. Есть люди гораздо умнее нас с вами, которые анализируют эти, у них работа такая, анализировать и строить, это эксперты мирового уровня, они пишут гадлайны. Самый, наверное, надежный метод, может быть, это немножко примитивно прозвучит, но просто доверять авторитетам, потому что, ну, вряд ли у вас больше, лучше получится проанализировать весь имеющийся на данный момент научный опыт и сделать лучшие выводы, чем это сделают эксперты мирового уровня. Спасибо большое. Мне хотелось бы пару слов сказать. Во-первых, спасибо большое нашим уважаемым врачам-спикерам. На самом деле, это событие случайно совпало с тем, что мы 18 сентября получили официальный статус. Мы теперь организация некоммерческая по помощи детям с аллергическими кожными болезнями. И, ну, это для нас очень большая честь. Девочки, давайте все сюда. Можно я пару дошипательных слов скажу и уже умру от стресса и упаду? Вот, девочки, на это мероприятие вообще все мы, нас очень много, мы это делали. Мы очень, ну, это правда для нас большая честь, что, во-первых, нас поддержали такие врачи-спикеры, и мы смогли послушать. И спасибо Роксане и первому медицинскому каналу, что мы смогли это записать. Это смогут увидеть люди в регионах, люди в других городах, которые не смогли сюда прийти. Это наша цель. И мы очень стараемся, мы правда очень стараемся, нам очень хотелось бы сделать вот какое-то общее поле для общения и врачей, поэтому мы приглашаем всегда врачей. Не всегда это, как участников на наши мероприятия, не всегда все получается идеально. Нам есть к чему стремиться, но мы очень стараемся вот это поле сделать для общения и пациентов, и врачей, чтобы мы были как-то вместе, чтобы мы вместе встречались, чтобы мы виделись. И, ну, мы в начале только пути, конечно. Не все девочки, все? Все мы здесь. Вот мы, да, мы аллергомамы, мы это делаем. И еще раз благодарим наших врачей-спикеров, тех врачей, специалистов, которые к нам пришли. И, ну, собственно говоря, наверное, и все. И тех, кто нас поддержал. Всех гостей. Да, Evidence Base Club, Роксана, первый медицинский канал, компанию Nestlé, которая поддержала нашу образовательную встречу безвозмездно абсолютно. Тимина Мама, это многие знают Катю, которая печет домашние печеньки, и там были конфеты. Little Jim, и особенно Лену Мазыру. Вы, кстати, можете взять у меня бесплатные сертификаты подарочные на посещение детского центра. Да, Лена, единственная, кто выживает под такой гурьбой детей. Мы надеемся, что мы будем делать впоследствии лучше и больше, и все у нас будет получаться, может быть, в каких-то моментах более удачно, но мы, правда, очень стараемся. Спасибо вам большое за доверие. Вот, и мы хотели бы флюрчить небольшие... Можно я еще добавлю? Да. Сейчас, секунду. Я хочу еще добавить тем, кто не успел задать свои вопросы. Пошли. Ой, здесь немножко фонит. Я вас всех потом добавлю в отдельный такой чат, и вышлю вам опросник. Вы в этом опроснике сможете свои впечатления о встрече написать, написать, что вы, какую информацию вы не получили, да, и задать вопросы врачам, которые мы потом, возможно, сможем передать. Я думаю, что часть вопросов просто можно найти, да. А, да, и у нас есть небольшие... Просто ждите от нас информации. Мы приготовили небольшие подарки нашим врачам-спикерам. Без этого не обошлось. Мы старались. И мы сейчас их подарим с Аленой вместе. Спасибо. Продолжение следует...